Алексей Ракитин. Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на Советском Урале. Третье издание, дополненное. Издательство Кабинетный ученый. Москва-Екатеринбург. 2017 год. Введение. История эта будоражит воображение уже не первое десятилетие. О ней написаны книги, сняты фильмы, ей посвящены тысячи страниц интернет-форумов и блогов. Авторы более двух десятков версий разной степени авторитетности и достоверности на протяжении десятилетий пытались вогнать странные и противоречивые обстоятельства в прокрустово ложе собственной логики, отсекая то, что ей не соответствовало, и добавляя то, что, по их мнению, добавить следовало. Но истинная картина, случившаяся вечером 1 февраля 1959 года на склоне горы Халат-Пчахль на Северном Урале, так и не была восстановлена, и сделать это, видимо, не удастся уже никогда. В этой книге будет предпринята попытка проанализировать всю накопленную к 2014 году информацию по факту загадочной гибели свердловских туристов на перевале Дятлова зимой 1959 года. Спокойно и взвешенно мы разберем основные версии происшедшего, восстановим последовательность действий участников драмы, достаточно точно объясним логику, причинно-следственные связи и взаимную обусловленность внешне противоречивых событий. Мы очень близко подойдем к тому, чтобы указать виновных, хотя назвать их имена и фамилии мы все-таки не сможем. Почему именно, станет понятно из текста. Приглашаем читателей провести это расследование вместе с нами. Глава первая. Состав туристской группы. История похода. 23 января 1959 года из Свердловска выехала группа туристов в составе 10 человек, которая поставила своей задачей пройти по лесам и горам Северного Урала лыжным походом 3-й, наивысшей на тот момент, категории сложности. За 16 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 350 км и совершить восхождение на североуральские горы Атартен и Ойко-Чекур. Формально поход был организован туристской секцией спортивного клуба Уральского политехнического института УПИ и посвящен предстоящему открытию 21-го съезда КПСС, но из 10 участников четверо студентами не являлись. Кратко остановимся на персональном составе группы, поскольку в ходе дальнейшего повествования имена и фамилии этих людей будут упоминаться постоянно. Первое. Игорь Алексеевич Дятлов. 1937 года рождения, руководитель похода, студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ, высоко радиированный специалист и безусловно талантливый инженер. Уже на втором курсе Игорь разработал и собрал УКВ радиостанции, которые использовались для связи двух групп во время турпохода по Саяну в 1956 году. Кстати, с этими радиостанциями был связан весьма неприятный для самолюбия Дятлова инцидент. При распределении весовой нагрузки между участниками похода Игорь завысил вес на 3 килограмма. Сделал он это для того, чтобы ему в рюкзак не положили лишнего груза. Дятлов был пойман на лжи на третий день похода и претерпел, должно быть, немало неприятных минут. Происшедшее, впрочем, вовсе не отменяло его безусловного инженерного таланта. Он являлся разработчиком малоразмерной печки, которая использовалась в походах в 1958-1959 годах и доказала свою функциональность. Игорю Дятлову было сделано предложение остаться в УПИ после окончания института для прохождения научной работы. И в начале 1959 года он даже оформился ассистентом на одну из кафедр. К 1959 году Дятлов имел немалый опыт дальних походов в разной степени сложности и среди членов туристской секции спортклуба УПИ считался одним из самых тренированных спортсменов. Знавшие Игоря люди говорили о нем, как о человеке вдумчивом, не имеющем склонности к скоропалительным решениям и даже медлительном. Но медлительно в том смысле, что он всегда поспевал не спеша. Дятлов являлся разработчиком маршрута, по которому группа отправилась в поход 23 января. По некоторым воспоминаниям, Игорь вроде бы симпатизировал и не без взаимности Зине Калмогоровой, которая также приняла участие в этом походе. Но переоценивать глубину их отношений вряд ли стоит. Это была именно платоническая симпатия и ничего более. 2. Юрий Николаевич Дорошенко 1938 года рождения, студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ, хорошо подготовленный турист, имевший опыт продолжительных походов в различной степени сложности. Одно время ухаживал за Зиной Калмогоровой. Юрий ездил с девушкой в ее родной город Каменск-Уральский, где был представлен ее родителям и сестре. В дальнейшем их отношения как будто расстроились, но это не помешало Юрию сохранить добрые чувства как к Зине, так и к своему более удачливому сопернику Игорю Дятлову. 3. Людмила Александровна Дубинина 1938 года рождения, студентка 4-го курса строительного факультета УПИ, с первых дней учебы принимала активное участие в деятельности туристского клуба-института. 4. Отлично пела, фотографировала. Многие фотографии в зимнем походе 1959 года сделаны именно Дубининой. 5. Девушка имела немалый туристский опыт. Во время похода по восточным саянам в 1957 году получила огнестрельное ранение ноги из-за случайного выстрела, сопровождавшего студентов-охотника. Мужественно перенесла как само ранение, так и последующую весьма болезненную транспортировку. В феврале 1958 года была старшей похода второй категории сложности по Северному Уралу. 4. Семен Александр. Алексеевич Золотарев, 1921 года рождения, самый старший участник похода и, пожалуй, самая загадочная личность данного списка. Он просил называть его Сашей и потому во многих документах и воспоминаниях фигурирует именно под этим именем. На самом же деле он носил имя Семен и был выходцем с Северного Кавказа, из кубанских казаков, из станицы Удобной, на границе с Карачаево-Черкесской АССР, куда регулярно ездил к матери. Родился в семье фельдшера, принадлежал к поколению наиболее пострадавшему от Великой Отечественной войны. Из призывников 1921-1922 годов рождения живых осталось только 3%. Прошел практически всю войну в вооруженных силах с октября 1941 года по май 1946 года. Став кандидатом в члены ВКПБ в 1944 году, был комсоргом батальона. Уже после войны вступил в партию. Имел 4 боевые награды, среди которых Орден Красной Звезды, полученный за наведение понтонной переправы под огнем противника. На военное прошлое Семена Золотарева следует обратить особое внимание. В дальнейшем нам еще придется к нему вернуться для более тщательного анализа. После окончания войны Семен пытался продолжить военную карьеру. В июне 1945 года он поступил в Московское военно-инженерное училище, которое, однако, почти сразу подверглось сокращению. В апреле 1946 года Золотарев в составе курса перевелся в Ленинградское военно-инженерное училище, но, видимо, не судьба была ему служить в действующей армии. Поскольку и это училище подверглось сокращению вслед за Московским. В конце концов, Семен Золотарев оказался в Минском институте физкультуры ГИФКБ, который благополучно закончил в 1950 году. В середине 1950-х он работал сезонным инструктором по туризму на различных турбазах Северного Кавказа, затем на турбазе Артыбаш, Алтай, после чего летом 1958 года перебрался в Свердловскую область и стал старшим инструктором по туризму на Кауровской турбазе. Впрочем, перед самым походом к Атартену с группой Игоря Дятлова, Золотарев с Кауровки уволился. Он был холост, что в то время казалось довольно необычным. Весьма любопытны были его татуировки. Изображение пятиконечной звезды, свеклы, имени Гена, даты 1921, буква сочетания ДАЕРММУАЗУАЯ, комбинации Г плюс С плюс П равно Д, Г плюс С, а также отдельных букв С рядом со звездой и свеклой. Большинство татуировок, за исключением надписи Гена, в основании большого пальца правой руки, скрывала одежда, так что участники похода, видимо, ничего о них не знали. Пятое. Александр Сергеевич Калеватов. 1934 года рождения. Студент четвертого курса физико-технического факультета УПИ. Это еще одна, наряду с Золотаревым, темная лошадка в составе группы. До Свердловского политеха Александр успел закончить Свердловский горно-металлургический техникум по специальности металлургии тяжелых цветных металлов и уехать в Москву для работы старшим лаборантом в секретном институте Министерства среднего машиностроения, именовавшимся в то время почтовый ящик 3394. Впоследствии этот почтовый ящик превратился во вне неорганических материалов, занимавшийся разработкой в области материаловведения для атомной промышленности. Работаем в Москве. Александр Калеватов поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт, отучился один год и перевелся на второй курс Свердловского политеха. История его отъезда работы в Москве на протяжении трех лет – август 1953-сентябрь 1956 года и последующего возвращения в Свердловск весьма неординарно для того времени. Как и в случае с Золотаревым, мы еще обратимся к анализу необычных деталей жизни молодого человека. Пока же отметим, что к 1959 году Калеватов уже имел опыт туристских походов различной категории сложности. Знавшие Александра люди отмечали такие сильные черты его характера, как аккуратность, доходившую порой до педантизма, методичность, исполнительность, а также выраженные лидерские качества. Единственный из членов группы Александр курил трубку. Шестое. Зинаида Алексеевна Калмогорова, 1937 года рождения, студентка пятого курса радиотехнического факультета УПИ, душа Турецкого клуба института. Как и остальные члены группы, Зина уже имела немалый опыт походов различной степени сложности по Уралу и Алтаю. Во время одного из походов девушка была укушена гадюкой, некоторое время находилась на грани жизни и смерти, с большим мужеством и достоинством перенесла выпавшие на ее долю страдания. Зина Калмогорова демонстрировала безусловные лидерские качества, умела сплачивать коллектив, была желанным гостем любой студенческой компании. 7. Георгий Юрий Алексеевич Кривонищенко, 1935 года рождения, выпускник УПИ, в 1959 году прораб строительного тресла при комбинате номер 817, ныне известного как ПО «Маяк», в городе Челябинск-40, режимного объекта в Челябинской области, где осуществлялась наработка оружейного плутония. 29 сентября 1957 года там произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф, получившая широкую известность лишь в постперестроечное время. Следствием этой катастрофы, часто называемой Кыштымской аварией, явилось образование так называемого Восточно-Уральского радиоактивного следа, продвиженностью около 300 километров. Георгий был свидетелем этой катастрофы и участником ее ликвидации. В контексте настоящего исследования данные обстоятельства следует принять во внимание. Кривонищенко был другом Дятлова, участвовал практически во всех походах, в которые ходил Игорь. Также Георгий был дружен с большинством остальных участников похода, которые нередко бывали в Свердловской квартире его родителей. Хотя в действительности Кривонищенко носил имя Георгий, друзья обычно называли его Юрием. Тут примерно такая же ситуация с заменой имени, что и в случае с Золотаревым. 8. Рустам Владимирович Слободин, 1936 года рождения, выпускник УПИ, работал инженером закрытого отраслевого КБ, почтовый ящик 10. Существует представление, будто бы отец Рустама в 1959 году был председателем правкома УПИ, но действительности оно не соответствует. Правком Политеха возглавлял однофамилию с Рустама, а его отец был профессором другого Свердловского вуза. Рустам Слободин на протяжении ряда лет ходил в туристские походы различной категории сложности и являлся безусловно опытным туристом. Он был очень спортивным молодым человеком, подвижным, выносливым, увлекся бегом на длинной дистанции, ходил в секцию бокса УПИ. Рустам отлично играл на мандолине, которую он взял с собой в этот поход. Кстати, его тюркское имя не более чем дань интернациональной моде. Родители Рустама Слободина были русскими. Девятое. Николай Владимирович Тибо Бриньоль. 1934 года рождения. Прораб из Свердловска. Выпускник строительного факультета УПИ. 1958 года. Тибо происходил из рода известных французских горных инженеров, несколько поколений отработавших на Урале. Отец Николая в сталинские годы подвергся репрессиям и мальчик родился в лагере, где содержалась его мать. Свердловск Тибо Бриньоль приехал из Кемерово. Учился хорошо. Институт закончился средним баллом 4.15. Причем успехи в учебе шли у него по нарастающей. И успеваемость к концу обучения оказалась много выше, чем на первых курсах. Николай имел опыт туристских походов различных категорий сложности. Был хорошо знаком со студентами УПИ, членами туристского клуба института. Все знавшие Тибо отмечали его энергию, предприимчивость, дружелюбие и юмор. 10. Юрий Ефимович Юдин. 1937 года рождения. Студент 4 курса инженерно-экономического факультета УПИ. В институте увлекся туризмом. Совершил в общей сложности 6 длительных походов в различные категории сложности, в том числе и 3, наивысший для того времени. Основным мотивом организации похода был энтузиазм его участников. Никаких материальных выгод осуществления этого лыжного перехода принести не могло. Правком Политеха выдал студентам по 100 рублей материальной помощи, но поскольку это вспоможение носило чисто символический характер, все участники скинулись еще по 350 рублей на пополнение походной кассы. Часть экипировки была получена в институте, часть являлась собственностью членов группы. Все туристы были здоровы, поставленная задача вполне соответствовала уровню их подготовки и технического оснащения. Нельзя не сказать несколько слов о командном духе этого небольшого коллектива. Все его члены имели высшее или неполное высшее образование. Причем следует помнить, что в те времена статус такого образования был намного выше нынешнего. Это были по-настоящему разносторонне одаренные и эрудированные люди, к тому же получившие определенный жизненный опыт, прошедшие своеобразную проверку на прочность. Известно, что почти всем участникам перехода доводилось прежде сталкиваться в тайге с диким зверьем, а случаи с укусом змеей Зины Калмогоровой и ранениями Люда Дубининой говорят сами за себя. Эти девушки были надежными, преданными и проверенными далеко не рядовыми испытаниями товарищами. Безусловно, члены группы обладали психологической устойчивостью к стрессовым нагрузкам, имели развитое чувство солидарной ответственности и взаимовыручки. Практически все они хорошо знали друг друга на протяжении нескольких лет, и это обстоятельство придавало им взаимную уверенность. Единственным малознакомым для всех человеком был Семен Золотарев. Внутри группы существовала как минимум одна связь, основанная на особых межличностных симпатиях. Речь идет о паре Игорь Дятлов-Зины Калмогорова. Не будет преувеличением сказать, что этих молодых людей объединяла полотоническая привязанность. Конечно, в обычной обстановке это высокое и красивое чувство можно только приветствовать. Однако в ситуации неординарной, стрессовой, связанной с риском для жизни, оно способно сыграть весьма опасную роль, послужить своеобразным детонатором разрушения единоначалья и подчиненности. В экстремальных обстоятельствах любовная привязанность может неожиданно и притом негативно повлиять на принятие важного решения, толкнуть человека на отказ от выполнения команды, либо побудить к неоптимальным, с точки зрения большинства, действиям. Об этом надлежит помнить, тем более, что в походе такие экстремальные ситуации без сомнения возникали. Итак, 23 января 1959 года группа выехала из Свердловска и в ночь с 24 на 25 января прибыла в поселок Ивгель, примерно в 340 километрах к северу от места отправления. В дороге имели место два заслуживающие упоминания инцидента с участием работников милиции. В одном случае туристов не пустили на ночевку в здании вокзала в городе Серове, и Юрий Кривонищенко, издеваясь, принялся просить подле закрытых вокзальных дверей милостыню на конфеты. Эта выходка закончилась для него прогулкой в вокзальное отделение милиции. Во втором случае к туристам в поезде Серов-Ивгель пристал какой-то алкаш, заявивший, что ребята украли у него бутылку водки и потребовавший ее вернуть. С ним, разумеется, никто ругаться не стал, но это лишь распалило скандалиста. В итоге проводнику пришлось сдавать его милицейскому наряду на станции. Для членов группы оба инцидента негативных последствий не имели, поскольку командировочное предписание, уведомлявшее о том, что туристский поход приурочен к красной дате, то бишь к открытию съезда КПСС, устраняло все препоны и лишние вопросы со стороны официальных лиц. Во второй половине дня, 26 января, группа благополучно выехала на попутки из Ивделя в поселок 41-го квартала, где жили лесозаготовители. Фактически это был самый край населенного мира. Далее начинались совершенно необжитые уральские леса, мрачные и неприветливые. Примерно в 19.00-20.00 группа без происшествий прибыла в поселок 41-го квартала, устроилась на ночевку в общежитии лесозаготовителей. Начальник первого лесоучастка по фамилии Ряжнев, местный царь и бог, великодушно выделил туристам под воду с лошадью и возницей, на которые утром 27 января они сложили рюкзаки и, став на лыжи, совершили следующий переход в поселок 2-го северного рудника. Этот населенный пункт, некогда входивший в разветвленную систему Ивдельлага, к 1959 году был уже совсем заброшен. Там не осталось ни одного жителя и из 24 домов лишь один имел надежную крышу и хоть как-то годился для постоя. В нем группа и заночевала. Отметим, что возницей, управлявшим лошадью, являлся некий Великявичус, литовец, осужденный в 1949 году на 10 лет лагерей и вышедший на поселение в 1956 году. Сам по себе этот персонаж не играет в повествовании особой роли, но его присутствие весомо свидетельствует об одном весьма важном обстоятельстве. Весь север Свердловской области и Коми АССР был в те годы напичкан учреждениями бывшего сталинского ГУЛАГа. Очень большой процент населения Урала был тогда так или иначе связан с некогда мощной репрессивной машиной. Тут проживали и бывшие лагерные съедельцы, и расконвоированные, и лагерная обслуга. К 1959 году прежняя ГУЛАГовская система уже в значительной степени захерела и заметно сократилась. Пугающая аббревиатура исчезла аж в 1956 году. Тогда вместо ГУЛАГа появилось непроизносимое ГУИТК – Главное управление исправительно-трудовых колоний. Но люди-то, люди остались. В контексте происшедшего в дальнейшем об этом следует помнить. Во втором Северном членов группы привлек склад геологических образцов. Кусочки, по крайней мере, одного из геолого-разведочных кернов с перитом они взяли с собой. Во время пребывания в поселке 27-28 января один из туристов, Юрий Юдин, заболел. Ему пришлось отказаться от дальнейшего участия в походе, и утром 28 января 1959 года группа с ним тепло попрощалась. Юдин возвратился в поселок 41-го квартала вместе с Великявичусом, а оставшиеся 9 человек двинулись дальше. Собственно, на этом заканчивается та часть туристского похода группы Дятлова, которая подтверждена объективными свидетельствами посторонних лиц. О дальнейшем мы можем осудить лишь по дневниковым записям участников похода до материалом прокурорского расследования. Игорь Дятлов и ведомая им группа туристов намеревались совершить переход по Северному Уралу с таким расчетом, чтобы в первых числах февраля выйти на гору Атартен или Атартен, высота 1234 метра, а к 12 февраля оказаться в поселке Вижай, откуда надлежало дать телеграмму ВУПИ о благополучном прибытии. Однако уже 28 января Дятлов засомневался в возможности уложиться в срок и при прощании с Юрием Юдиным попросил последнего передать в спортклуб сообщение о возможном переносе окончания похода. Речь шла о задержке в 1-2 дня, то есть контрольный срок сдвигался руководителем похода на 14 февраля. Эта передвижка выглядела логичной. К середине февраля ВУПИ возвратились участники другого лыжного перехода по Северному Уралу, группа под руководством Юрия Блинова. Все они говорили о сильных снегопадах в том районе. Так что решение Игоря Дятлова о переносе строго возвращения выглядело вполне взвешенным и разумным. Однако ни 14, ни 15, ни 16 февраля группа в поселке Вижай не появилась, и телеграмму в спортклуб Политеха не отправила. К этому времени в ВУПИ после каникул стали съезжаться студенты. Появился и Юрий Юдин, отделившийся от группы Игоря Дятлова на полдороге. К нему, разумеется, были обращены вопросы о местонахождении группы и обстоятельствах похода. Но Юрий никакой ясности внести не мог. Он лишь удостоверил, что вплоть до полудня 28 января в группе не возникало ни конфликтов, ни ЧП, ни каких-либо подозрительных ситуаций. 17 февраля 1959 года родственники некоторых членов группы, прежде всего Люда Дубинина и Александр Колеватова, стали звонить руководителю спортклубу УПИ с требованием прояснить судьбу отсутствующих туристов. Аналогичные звонки последовали и в партком института. Возглавлявший спортклуб УПИ Лев Семенович Гордо попытался было погасить начинавшийся скандал. 18 февраля он заявил секретарю парткома УПИ Заостровскому, будто от Дятлова получена телеграмма, уведомлявшая о задержке в пути. Видимо, Гордов всерьез рассчитывал, что через день-другой пропавшие туристы объявятся и проблема рассосется сама собой. Но проблема не исчезла. Родственники студентов обратились в Свердловский горком партии, и теперь уже руководители партийного руководства начали задавать институтскому руководству неприятные вопросы. Стала очевидна необходимость снаряжения спасательной экспедиции. Однако тут же выяснилось, что никто из спортивного руководства на уровне УПИ и города не имеет точной информации о маршруте группы Дятлова. Это было грубейшим нарушением порядка организации туристских походов. Нужную информацию стали лихорадочно восстанавливать по рассказам людей, слышавших о планах от членов пропавшей группы. Ситуацию спас совершенно посторонний спортклуб политехочеловек Игнатий Факич Рягин, друг семьи Колеватовых, обстоятельно поговорившись с Александром о предстоявшем походе в середине января. Рягин по памяти воссоздал маршрут группы, и 19 февраля Римма Колеватова, сестра Александра, передала карту полковнику Георгию Семеновичу Артюкову, преподавателю тактики с военной кафедры УПИ, возглавившему в те февральские дни розыск группы и в дальнейшем приложившему много сил для выяснения истории похода. Глава 2. Начало поисковой операции. Общая хронология розысков. Обнаружение первых тел погибших туристов. 20 февраля 1959 года туристская секция УПИ привела экстренное собрание, на повестке которого стоял один вопрос. ЧП с группой Дятлова. Открыли собрание заведующий кафедрой физического воспитания политеха Вишневский и председатель студенческого профсоюзного комитета Слободин. Они официально сообщили, что задержка группы Игоря Дятлова не санкционирована и рождает беспокойство относительно судьбы ее участников. Решение собрания было единогласным. Срочно организовать поисково-спасательную операцию и сформировать группу добровольцев из числа студентов института, готовых принять в ней участие. Также было решено обратиться за помощью к туристским секциям других вузов и учреждений Свердловска. В тот же день правком выделил деньги для закупки продуктов и всего необходимого. Заработала круглосуточная телефонная линия, призванная координировать деятельность в рамках разворачиваемой операции. Отдельным пунктом проходило решение о создании при студенческом правкоме штаба спасательных работ. На следующий день, 21 февраля, в район поисков стали выдвигаться туристические группы Юрия Блинова и Сергея Согрина, только что возвратившиеся в Свердловск из плановых походов. Третья группа туристов под руководством Владислава Карелина по стечению обстоятельств, уже находившаяся на Северном Урале, также заявила о готовности действовать в интересах спасательной операции. В тот же день спецрейсом на самолете Ан-2 из Свердловска в Ивдель вылетели председатель спортклуба УПИ Лев Горда и упомянутый выше член бюро туристской секции Юрий Блинов. С этого дня они начали облет на самолете района предстоящих поисков, двигаясь по маршруту пропавшей группы в надежде увидеть с воздуха либо самих туристов, либо оставленные ими знаки. Забегая вперед, можно сказать, что ни в этот, ни в последующие дни облеты результата не дали. 22 февраля штаб спасательной операции провел в главном корпусе УПИ смотр сформированных групп. Таковых оказалось три. Их возглавили дипломник УПИ Моисей Аксилерот, студент четвертого курса Олег Гребенник и третий курсник Борис Лапцов. К этому времени дала результаты и активность областной власти. Стало известно о подключении к розыскам группы военнослужащих МВД под командованием капитана Чернышева. Это были конвойные и в Делилага, а также группа курсантов школы сержантов МВД под командованием старшего лейтенанта Потапова, 7 человек. Местные силовики пообещали и впоследствии сдержали свое обещание предоставить для поисковой операции кинологов с собаками, саперов с миноискателями и радиста с рацией. От областного управления лесного хозяйства в распоряжении штаба были откомандированы двое лесничих. Предполагалось, что они примут на себя роль проводников. С аналогичной целью в Вивдель были направлены два охотника-манси. Территория, на которой предстояло проводить поисковую операцию, являлась их традиционным ареалом, то есть местом проживания и промысла. В то же время, в те же самые дни, из Москвы с целью экспертной оценки складывавшейся ситуации и оперативных консультаций стали прибывать признанные специалисты по туризму и альпинизму Бардин, Шулешко, Баскин. Оперативное руководство розыском непосредственно на месте, то есть в горах Северного Урала, осуществлял самый, пожалуй, опытный и авторитетный в Свердловске специалист по туризму, мастер спорта Евгений Поликарпович Масленников. По общему замыслу спасательной операции, группа добровольцев-поисковиков предполагалась высадить с вертолетов в разных точках маршрута группы Дятлова. Они должны были осуществить поиск на местности следов пребывания группы и установить ее возможную судьбу. Интерес для спасателей представляли места стоянок, лыжня, специально ставленные знаки и тому подобное. Особо подчеркнем, что к поискам привлекались не только студенты из политеха, но и туристы из некоторых других возов и организаций Свердловска. Выдвижение лыжных групп в район операции началось 23 февраля 1959 года. Группа под руководством студента политеха Бориса Слабцова в количестве 11 человек 23 февраля была высажена на горе Атартен в том самом месте, которое являлось основной целью похода Игоря Дятлова и его товарищей. Если исчезнувшие туристы побывали на вершине, они должны были оставить там следы своего пребывания, хорошо видимую закладку с запиской. Такие закладки обычно устраивались под груды камней и их обнаружение не было проблемой. Из-за ошибки пилота группа высадилась не на самую высокую из трех вершин Атартена, а на одной из соседних, что несколько задержало поисковиков. На следующий день, 24 февраля, лыжники приступили к активному поиску, перешли на нужную вершину и убедились, что дятловцы там не бывали. Далее группа сначала спустилась в долину реки Лосьва, затем перешла в долину реки Ауспия. Приказ о переходе туда содержался в записке полковника Артюкова, сброшенной с пролетавшего самолета вымпелом. В районе Ауспия поисковиков Слабцова ждала первая удача. 25 февраля они натолкнулись на старый лыжный след, который, по их мнению, должен был принадлежать группе Дятлова. Впоследствии это предположение подтвердилось. Слабцов и его поисковики действительно отыскали лыжню пропавшей группы. Стало ясно, что она находится где-то неподалеку, буквально в считанных километрах, поскольку до Атартена было не более 15 километров, а там пропавшие туристы не побывали. Необходимо подчеркнуть, что никто из студентов поисковиков не верил в трагический исход похода Дятлова. Все склонялись к тому, что в составе пропавшей группы имеются травмированные или заболевшие, поэтому Дятлов и его товарищи сидят в хорошо оборудованном лагере и дожидаются помощи. Местные жители, которые также привлеклись к поисковым работам, были настроены более скептически, но их мнение в тот момент игнорировалось. Уже во второй половине дня, 25 февраля, Слабцов попытался определить, в каком направлении двигалась группа Дятлова, для чего, несмотря на сумерки, разделил свою команду и направил ее вниз по течению Ауспии. Та часть, что шла вверх по течению реки, лыжню дятловцев быстро потеряла, другая же часть наткнулась на давнюю туристскую стоянку. По общему мнению, она должна была принадлежать разыскиваемой группе Дятлова, однако датировать стоянку не удалось, так что открытие это ничего не дало. На следующий день поиск развернулся с удвоенной энергией. Ощущение того, что объект поиска где-то неподалеку придавал силы. Утром 26 февраля группа Слабцова разбилась на три части. Одну необходимо было отыскать продуктовый склад, который дятловцы обязательно должны были оставить перед началом подъема в горы. Другой следовало найти место их выхода из долины реки Ауспия. Третьей надлежало пройти по старой лыжне, дабы проверить версию о возможном ЧП в пути. Итак, поисковики разделились и приступили к выполнению полученных задач. Та группа, что должна была искать следы выхода дятловцев из долины реки Ауспия, поднялась на перевал, игравший роль водораздела. Он представлял собой седловину направо и налево, от которой шли с заметным понижением долины двух рек – Ауспия и Лосьба. В составе этой группы были три человека – студенты УПИ – Борис Лапцов и Михаил Шаравин, а также местный лесничий Иван Пашин – самый обычный 50-летний русский мужик, всю жизнь проживший в поселке Вижай и проработавший в местном лесничестве. Гребень перевала, на который вышли трое лыжников, соединял гору Халат-Сяхыл, русифицированное название Халат-Чахль, и безымянную высоту 905,4. В этом месте необходимо сделать вынужденное объяснение. Картография в 1959 году была не так точна, как теперь, поэтому высоты многих вершин на картах того времени отличаются от тех, что указываются сейчас. Высота горы Халат-Сяхыл считалась тогда равной 1079 метров. Теперь же она подросла до 1096,7 метров. Несколько отличались и высоты других гор. В этом исследовании мы придерживаемся современных данных. Проводник Иван, утомленный подъемом на перевал, несколько отстал, а потом и вовсе сел отдыхать, отказавшись сопровождать студентов. Слобцов и Шаравин двинулись одни. Через некоторое время их внимание привлекла черная точка на северо-восточном склоне Халат-Сяхыл. Приглядевшись, студенты поняли, что видят частично засыпанную снегом палатку. Приблизившись к ней, Слобцов и Шаравин догадались, что наконец-то отыскали палатку группы Дятлова и никакую другую. Дело в том, что палатка эта была весьма нестандартна и хорошо узнаваема. Ее сшили из двух четырех местных палаток, удлинив в два раза, отчего размеры ее составили 1,8 на 4 метра. Борис Лобцов лично принимал участие в изготовлении палатки в 1956 году, так что не мог ошибиться при опознании. Палатка была ориентирована входом на юг. Северная ее часть оказалась завалена, ее присыпал снег толщиной 15-20 сантиметров. Общий вид и плотность снега говорили о том, что он появился здесь не в результате схода лавины, а наметен ветром. Рядом с палаткой находилась пара воткнутых в снег лыж, а непосредственно у входа торчал ледоруб. На ледорубе лежала куртка-штормовка, принадлежавшая Игорю Дятлову. Впрочем, в разное время Слобцов и Шаравин рассказывали об обнаружении этой штормовки по-разному. То она лежала на ледорубе у входа, то прямо в снегу у входа, то ее рукав выглядывала с палатки. Полной точности в этом вопросе добиться уже невозможно. Но главное во всех этих воспоминаниях заключается в том, что штормовку Дятлова поисковики увидели сразу же, как только приблизились к палатке. Две нижние пуговицы на входе в палатку были расстегнуты, из образовавшейся щели наружу торчала простыня, служившая пологом. По общему виду, найденной стоянке сразу можно было заключить, что живых людей в палатке нет. На ее крыше лежал карманный фонарик китайского производства. Слой снега под корпусом фонарика составлял 5-10 сантиметров, в то время, как на самом фонарике снега не было вообще. Впоследствии фонарик был идентифицирован как принадлежащий Игорю Дятлову. Борис Лапцов взял его в руки и включил. Фонарик зажегся. Сбросив лыжи, Шаравин и Слапцов попытались обследовать палатку. Первый принялся разгребать наваленный на нее снег, а второй, вооружившийся найденным ледорубом, стал наносить удары по скату крыши, рассчитывая получить быстрый доступ в центральную часть палатки. Разорвать брезент ледорубом оказалось совсем несложно, тем более, что полотнище уже было в нескольких местах рассечено. В процессе разрубания палатки лезвия ледоруба, как выяснилось чуть позже, убедила в мешок с сухарями и пробила его. Отбросив разорванное ледорубом полотнище, Слапцов и Шаравин получили доступ к внутренностям палатки. С облегчением они увидели, что трупов там нет. Это открытие укрепляло надежду отыскать товарищей живыми и здоровыми где-то в другом месте. Тщательного обыска поисковики не проводили. На это не было времени, так как портилась погода и начиналась метель. Захватив ледоруб, фонарик, штормовку Дятлова, дневник похода, а также три фотоаппарата и флягу со спиртом, найденные при беглом осмотре палатки, Слапцов и Шаравин направились обратно в лагерь. Около 16.00 к группе Бориса Слапцова присоединились мансийские охотники, которым предстояло принять на себя роль проводников. Иролист Егор Семенович Неволин. Этот человек оказался, пожалуй, единственным действующим лицом, непосредственно наблюдавшим ход поисковой операции от начала до конца. Неволин имел при себе рацию, так что группа Слапцова получила устойчивую связь с руководством. В 18.00 время сеанса известно точно. Неволин передал в штаб операции радиограмму, в которой сообщалось об обнаружении палатки. В скором времени был получен ответ с поручением подготовить место для приема большой поисковой группы. Для ее размещения предполагалось поставить две 50-ти местные армейские палатки. Помимо этого, в радиограмме говорилось о вылете в расположение группы Слапцова работник прокуратуры, которому предстояло на месте провести нужные следственные действия, а также полковник Артюкова. Последний должен был возглавить поиск на месте. Дневник похода группы Игоря Дятлова, подобранный Слапцовым при осмотре по лавке, был внимательно изучен поисковиками. Последняя запись датировалась 31 января. Из нее следовало, что в тот день туристы предприняли попытку покинуть долину реки Ауспия и за пару суток совершить быстрый переход к Тартену, главной целью своего похода. Для максимальной разгрузки они решили устроить лабаз, склад вещей и продуктов, потребности в которых в ближайшее время не предвиделось. Другими словами, восхождение на гору планировалось налегке, с минимальным грузом. При возвращении с Тартена им предстояло забрать оставленный в лабазе груз. Судя по записям в дневнике, по состоянию на 31 января, все члены группы прибивали в добром здравии и настроении. И это была хорошая новость. Другой хорошей новостью можно было считать то, что в куртке-ветровке, перенесенной с Лапцовым и Шараевиным в лагерь, оказалась металлическая коробка, в которой находились паспорт Игоря Дятлова, деньги в сумме 710 рублей и железнодорожные билеты членов группы. Тот факт, что значительная часть денег оказалась нетронутой, по общему мнению членов поисковой группы, свидетельствовал о том, что пропавшие туристы не подвергались нападению бежавших уголовников, а посему причина их отсутствия не имеет криминальной подоплеки. За ужином поисковики решили распить спирт, найденный в палатке Дятлова, что и было проотделано с немалым, и при том вполне понятным, энтузиазмом. На этот эпизод необходимо обратить внимание, поскольку к нему еще придется возвратиться в ходе дальнейшего повествования. Тогда произошел весьма любопытный обмен репликами, о котором нельзя не упомянуть. Борис Лапцов предложил выпить за здоровье разыскиваемых ребят, на что лесничий Иван Пашин весьма мрачно отозвался «Вы бы лучше выпили за упокой». Студенты пришли в ярость, посчитав в реплику местного жителя циничной и неуместной. Дело едва не дошло до драки. Даже тогда, уже после обнаружения брошенной палатки, никто из них не хотел верить в плохое. На следующий день, 27 февраля 1959 года, предстоял перенос лагеря спасателей из долины реки Ауспия в долину Лозива, поскольку из дневника похода стало известно, что группа Дятлова решила уходить в Тауспия. Логично было подумать, что именно так пропавшие туристы и поступили. А стало быть, поиск надо было переносить дальше по предполагаемому пути их следования, то есть ближе к Атартену. Группа Слобцова снова разделилась. Часть сил была направлена на розыск лобаза, кто-то стал собирать палатку, а два человека Юрий Коптелов и Михаил Шаравин отправились в долину Лозивы для поиска нового места для лагеря. Они поднялись на перевал и стали таким образом, что гора Халат-Сяхыл оказалась у них по левую руку, долина Ауспия за спиной, а долина реки Лозивы прямо перед ними. Их внимание привлек высокий кедр, стоявший на высоком пригорке над ручьем несколько ниже перевала. Ручей этот являлся одним из многочисленных притоков Лозивы. В тот зимний день он, разумеется, был полностью скован льдом и занесен снегом. Кедр находился на крутом берегу ручья и чтобы подняться к нему следовало преодолеть примерно 5-7 метров склона. Ровная площадка, на которой располагалось дерево, служила отличным местом обзора склона Халат-Сяхыл и поисковики, не сговариваясь, направились к нему. Не доезжая до дерева примерно 10-15 метров они остановились, потому что увидели два трупа, лежавшие непосредственно под кедром. Рядом без труда можно было разглядеть следы старого костра. Снега было немного, всего 5-10 сантиметров. Поскольку дерево росло на довольно продуваемом ветрами месте, Юрий и Михаил решили не приближаться к телам, они лишь обошли кедр по кругу, рассчитывая увидеть тела других людей, однако ничего не обнаружили. Зато они сделали другое открытие. В окрестностях кедра оказалось довольно много, примерно с десяток, пеньков, обрезанных ножом пихточек, причем самих деревьев нигде не было заметно, поэтому поисковики сделали вывод, что срезанные деревца пошли в костер. Это выглядело довольно странно, поскольку вокруг хватало сухостоя и тратить время и силы на срезание ножами живых деревьев казалось неразумным. Лишь много позже загадочное срезание молоденьких пихточек получит объяснение, и мы еще коснемся этого вопроса. После этого поисковики двинулись обратно к лагерю, дабы сообщить товарищам о страшной находке. На перевале Шаравин и Коптелов разделились. Первый остался поджидать вертолет, который как раз кружил над головой, заходя на посадку, а второй продолжил движение в лагерь. В течение дня 27 февраля на место операции прибыли поисковые группы Карелина, капитан Чернышева, а также охотники Моисеев и мостовой с двумя собаками. Также в районе поисков появились упоминавшиеся выше Евгений Поликарпович Масленников и прокурор города Евделя Василий Иванович Тимпалов. Они прилетели вертолетом примерно в 13-14 часов. Помимо этого началась доставка грузов для предстоящего расширения лагеря поисковиков с учетом того, что в ближайшие дни ожидалось дальнейшее увеличение числа людей, занятых розыском. По воспоминаниям участников тех событий весь перевал между долинами Ауспи и Лозьвы в тот день был завален рюкзаками и всевозможными грузами, доставляемыми вертолетами. Из долины Ауспи лагерь поисковиков было решено пока не переносить. Поскольку в долине Лозьвы оказались найдены тела погибших туристов, там требовалось осуществить необходимые следственные действия, и присутствие посторонних в силу понятных причин могло этому мешать. Между тем события продолжали развиваться неумолимо. 27 февраля вообще оказался днем богатым на трагические открытия. Во время обследования склона горы Халат-Чахль на пути отброшенной палатки к Кедру был обнаружен еще один третий по счету мужской труп. Прокурор города Ивделя Темпалов, прибывший к этому времени в район поисков, лично осмотрел тело и определил расстояние от него до Кедра, под которым находились два других тела в 400 метров. Найденный труп лежал на спине за кривой карликовой березой, головой он был ориентирован вверх по склону в сторону палатки. Слой снега в этом месте был сравнительно невелик и не скрывал полностью тело. Погибший был опознан как Игорь Дятлов, руководитель похода. После этого обследование склона горы продолжилось и через некоторое время собака охотника Моисеева обнаружила под слоем снега толщиной около 10 сантиметров четвертый труп, на этот раз женский. Расстояние между этим телом и трупом Дятлова, найденным несколькими часами ранее, прокурор Тимпалов определил в 500 метров. Женское тело также было ориентировано головою по направлению к вершине горы, то есть в сторону палатки. Погибшая была опознана как Зина Калмогорова, Калмогорова, Дятлова и Кедру Ручья находились практически на одной линии в зоне прямой видимости. Тела, обнаруженные под Кедром, первоначально были идентифицированы как принадлежавшие Юрию Киванищенко и Семену Золотареву. Лишь по прошествии нескольких дней стало ясно, что последний был опознан ошибочно и труп принадлежит Юрию Дорошенко. Тела оказались промороженные и мало походили на людей при жизни. Все, кому доводилось видеть этих погибших туристов, отмечали бросавшиеся в глаза изменения цвета кожи. Причем разные рассказчики описывают этот цвет по-разному, от желто-оранжевого до буро-коричневого. Слова одного из свидетелей покорон погибших студентов кратко и емко передают это ощущение странности. В гробах словно лежали негры. На субъективное восприятие цвета влияла как освещенность, так и эмоциональное состояние очевидцев, но не подлежит сомнению, что вид погибших был очень необычен. Кроме того, на открытых частях найденных 27 февраля тел были заметны различного рода ссадины, раны, непонятные потеки, похожие то ли на синяки, то ли на трупные пятна. В общем, ощущение неестественности их облика усиливалось от того, что трубы были одеты лишь частично, не имели головных уборов и обуви, а тела, найденные под кедром, оказались, кроме того, в кальсонах. Можно было только догадываться, какая угроза выгнала людей из палатки в носках и кальсонах на мороз в дикой ненаселенной местности. 27 февраля поисковики начали прощупывать снег на склоне при помощи лыжных палок, рассчитывая обнаружить новые трупы. В скором времени лыжные палки сменили лавинные зонды, эдакие заостренные металлические штыри длиной 3 метра, уколами которых надлежало проверить места возможного нахождения под снегом тел. Поисковики встали цепью и начали двигаться в выбранном направлении, не допуская разрыва цепи, делая на каждый квадратный метр снежной поверхности не менее пяти уколов зонбом. Это был не просто тяжелый, а по-настоящему изматывающий труд, требующий не только физических, но и нравственных сил. Ведь искали то они погибших людей, пока на склоне Халат-Сяхыл Халат-Чахля велись поиски погибших туристов, другая группа приступила к разбору палатки диатловцев. Не совсем понятно, почему это исключительно важное мероприятие проводилось без участия прокурора и никак не фиксировалось ни протоколом, ни на фотопленку. Что бы ни произошло с группой Игоря Дятлова, это событие начиналось возле палатки и все, что было связано с окружающей обстановкой и расположением вещей внутри, имело исключительно важное значение для понимания случившегося. Между тем, работа с палаткой, разбор сложенный в ней предметов, их перенос вниз по склону был практически оставлен на самотек. Один из участников кресловутого разбора палатки, фактически уничтожения следов, поисковик Брусницин впоследствии так описал этот процесс в допросе. Снег выбирали при помощи лыж и лыжных палок. Работали человек десять без всякой системы. В большинстве все вытаскивали прямо из-под снега, поэтому установить где и как лежала каждая вещь было очень трудно. Чтобы читатели яснее представили, сколько хаотичен был процесс осмотра вещей в палатке и небрежно отношение к потенциально важным уликам, можно упомянуть орлоники на пленке, укатившимся по склону горы вниз и обнаруженным лишь на следующие сутки. Спасатель Георгий от Монакии на официальном допросе в прокуратуре в апреле 1959 года сказал, что тот находился метров пятнадцати ниже палатки, выкатился оттуда во время предварительного осмотра палатки накануне. Понятно, что ни о каком фиксировании следов при такой организации деятельности и речи быть не могло, поэтому работникам прокуратуры впоследствии пришлось восстанавливать обстановку внутри и вокруг палатки по рассказам участников этого действия. Склон горы Халат-Сехыл в целом довольно полог и крутизна его в среднем равна десяти-двенадцати градусам. Местами угол возрастает до двадцати градусов, но попадаются и горизонтальные площадки. На одной из таких площадок и была поставлена палатка группы дятлов. О следах вокруг палатки толком ничего не известно. Существует свидетельство, что лыжный след из долины Ауспи к месту установки палатки оставался виден вплоть до шестого марта. Но есть иные версии, согласно которым никаких значимых следов ни на подходе к палатке, ни вокруг нее обнаружено не было. Вернее всего будет предположить, что на следы в свое время просто никто не обратил должного внимания. Тем не менее, все поисковики, побывавшие в районе палатки двадцать седьмого и двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года сходились на том, что подозрительных следов, то есть крупного зверя, на площадке вокруг не было однозначно. За пределами горизонтальной площадки начинались цепочки хорошо различимых следов, ведущие вниз по склону. Это были необычные следы ног в сугробах, а столбики уплотненного снега, которые остались после того, как сильный ветер раздул сугробы. Может показаться удивительным, но эти следы прекрасно сохранились, и по ним можно было судить не только о направлении движения и перестроении их внутри группы, но и о том, какой ногой в носке или валенке след был оставлен. Все, видевшие эти следы на склоне, утверждали, что оставлены они были восемью-девятью парами ног, то есть, несомненно, принадлежали туристам из группы дятлов. Отход их от палатки имел характер упорядоченный, люди не бежали хаотично, а шли сплоченной группой. На расстоянии 80-90 метров от палатки было заметно расхождение следов от основной группы словно бы отделились два человека, две пары ног, но они не ушли далеко и продолжали движение параллельно основной группе, сохранив с ней, видимо, голосовой контакт. Следы хорошо прослеживались на склоне на протяжении более полукилометра. Судя по следовым дорожкам, движение группы осуществлялось в направлении долины реки Лосьва и было практически прямолинейным. Борис Ефимович Слабцов в своих официальных показаниях во время следствия так описал обстановку возле палатки и следовую дорожку. От палатки на расстоянии около 0,5 метра обнаружили несколько тапочек от разных пар, а также были разбросаны лыжные шапочки и другие мелкие предметы. Я не помню и не обратил внимания, скольких человек были следы, но следует отметить, что следы вначале оставлены кучно, рядом друг с другом, а дальние следы расходились, но как расходились я теперь не помню. Во время изучения следовых дорожек внимания поисковиков привлек след ноги в ботинке с каблуком, к сожалению, он оказался единичным и его ценность никем по достоинству оценена не была, по крайней мере в тот момент. Никто не задумался над тем, почему следов ног в носках и валенках много, а след в ботинке всего один. По общему мнению, в ботинке спускался кто-то из членов тургруппы и это предположение устроило всех. Лишь много позже выяснилось, что никто из девяти туристов не имел на ногах ботинок, след не был должным образом зафиксирован, его даже не измерили линейкой, остался лишь единственный фотоснимок, объективно подтверждающий существование отпечатка ноги в ботинке рядом с дорожкой отхода туристов. У палатки находилась пара лыж, причем мнение о том, в каком именно виде их нашли впоследствии разделились. Кто-то говорил, что лыжи стояли вертикально, воткнутые в снегу входа в палатку, но известно также свидетельство, согласно которому лыжи были связаны и лежали на снегу в стороне от палатки. На удалении примерно десяти метров в снегу были найдены вещи, принадлежавшие, как выяснилось позже Игорю Дятлову. Пара носков и матерчатые тапочки, завернутые в рубашку ковбойку. Этот сверток словно бы кто-то отбросил в сторону. Палатка группы Дятлова была установлена штатно, однако дальние от входа растяжки были сорваны, отчего северную часть палатки некоторое время видимо трепала ветром. Впрочем, к моменту появления поисковиков она уже была присыпана слоем снега толщиной 20-30 сантиметров. Под днищем палатки оказались умещены 8 пар лыж, внутрь были внесены 9 рюкзаков, уложенные для придания большей устойчивости на дно. Южный конек палатки тот, где находится вход, был закреплен на лыжной палке, северный конек был завален и лыжная палка не фиксировалась. Поверх рюкзаков были расстелены два одеяла, еще 7 одеял оказались либо сложены, либо оскомканны и образовали смерзшуюся груду. На одеяло были беспорядочно навалены 6 ватных курток телогреек. У самого входа по левую руку, если смотреть от входа, оказалась найдена практически вся обувь, имевшаяся в распоряжении группы. 7 валенок, то есть 3,5 пара, и 6 пар лыжных ботинок. Обувь выглядела беспорядочно сваленной. Еще две пары ботинок лежали в центральной части палатки по правую руку. Также по правую руку, но ближе к входу, помещались вещи, которые условно можно назвать хозинвентарем. Топоры, два больших и один маленький, пила в чехле, два ведра, внутри одного из них первоначально находилась фляга со спиртом, которую прихватил на экономе Борис Лапцов, два котелка, а также цилиндрическая печка. В состоянии печки разные свидетели описывали по-разному. Одни утверждали, что та была набита щепками и наколотыми дровами. Другие же говорили, будто внутри находились части разобранного дымохода. Для нас важно сейчас отметить, что печка в момент ЧП явно не использовалась группа по назначению. Здесь же, рядом с хозным инвентарем, лежали два или три мешочка с сухарями. Тут же у входа была найдена лыжная палка, брошенная поверх прочих вещей. Палка выглядела так, словно кто-то пытался обстругивать ее ножом. С этой палкой связана одна из многих серьезных неопределенностей, существующих вокруг гибели группы Дятлова. Дело в том, что туристы не имели запасных лыжных палок, и повреждение хотя бы одной из них могло самым серьезным образом затруднить движение всей группы. Совершенно непонятно, кто и для чего мог заняться столь бессмысленным и прямо вредительским делом, как обстругивание палки ножом. Кроме того, не совсем ясно, как вообще можно было резать ножом бамбук, а по уверению Юдина в распоряжении группы имелись только бамбуковые лыжные палки. Существует предположение, что найденная в палке палка была не бамбуковой, но не подтвердить, не опровергнуть это сейчас невозможно. Никто палку не фотографировал и ее дальнейшая судьба вообще неизвестна. Внимание спасателей, разбиравших палатку, привлек большой килограмма на три кусок ветчины корейки, извлеченной из мешка, лежавшая на одеяле полоска сливной кожи, оторванной от ветчины. В момент, когда с группой Дятлова произошло чрезвычайное происшествие, туристы явно намеревались резать эту корейку для приема в пищу. Также где-то здесь, в ближайшей к выходу части палатки, оказался найден Вечерний Атартен. Шуточная самодельная стен газета туристов, написанная на тетрадном листе бумаги. Уместно процитировать ее содержание, поскольку с ним окажутся связаны некоторые версии случившиеся трагедии. Вечерний Атартен Номер 1 1 Февраля 1959 года Передовица Встретим 21 съезд увеличением турист-рождаемости Наука В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным снежные человеки обитают на Северном Урале в районе Гарет-Артен. Философский семинар «Любовь и туризм» проводится ежедневно в помещении палатки в главный корпус. Лекции читают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина. Армянская загадка Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов? Новости техники Туристские сани хороши при езде в поезде на машине и на лошади. Для перевозки груза по снегу не рекомендуется. За консультацию обращаться к главному конструктору товарищу Колеватову Спорт Команда радиотехников в составе товарищей Дорошенко и Калмагуровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборе печки 1 час 2 минуты 27,4 секунды Орган издания профсоюзной организации группы Хибина Примечательно что оригинала этой стенгазеты в материалах дела нет Есть только машинописная копия поэтому невозможно сказать кем она была написана и вообще одним ли человеком или несколькими Кроме того не совсем ясно где именно в палатке находился этот листок Есть свидетельства будто его нашли приколотым булавкой к внутреннему полу но это не точно В дальней от входа части палатки находились продукты сахар соль крупа сгущенное молоко и ничем не примечательное полено Последнее видимо предполагалось использовать для растопки Поисковики разобрали палатку извлекли из нее вещи и принесли их ниже по склону для удобства последующей эвакуации Из-под палатки извлекли три пары лыж две из которых отдали охотникам Моисееву мостовому а одну использовали в качестве вешек для обозначения на склоне мест обнаружения тел Толмогорова и Дятлова 28 февраля 1959 года прокурор Василий Иванович Темпавов возбудил предварительное расследование по факту обнаружения трупов четырех туристов из группы Дятлова 1 марта палатка и найденное в ней имущество без описи было вывезено вертолетом в Ивгель опознание вещей и установление их принадлежности членам группы при участии Юрия Юдина проводилось уже там в тот же самый день 1 марта в лагере поисковиков прибыл единственный Свердловский областной прокурор и прокурор-криминалист Лев Никитович Иванов который возглавил расследование по факту гибели группы Дятлов С этого времени поисковики приступили к прощупыванию сколна холостя хыл доставленными в лагерь лавинными зондами Работы велись с полной самоотдачей участников За день каждый из них прощупывал зонда до 1 тысячи квадратных метров передвигаясь порой в снегу глубиной полтора метра Работа была проделана огромная В течение недели со 2 по 9 марта поисковики планомерно прощупали склон холостя от места расположения палатки Дятлова в долину Лозьвы Осуществили методичное прочесывание леса в районе Кедра под которым были найдены первые два тела и совершили кольцевой обход высоты 905.4 Далее они проверили спуск от этой высоты к Лозьве и длинный овраг в 50 метрах от Кедра прощупывание оврага проводилось на протяжении 300 метров но работу эту вряд ли можно было считать эффективной поскольку глубина снега там превышала 3 метра и длина сондов оказалась явно недостаточной В ходе этой операции был найден исправный китайский фонарик с разряженной батареей находившийся во включенном состоянии он был обнаружен на третьей каменной гряде на удалении примерно 400 метров от палатки склон халат сехл пересекает три длинные каменные гряды расположенные почти горизонтально самая верхняя условно первая удалена от палатки примерно на 200 метров следующая на 250 280 метров и наконец третья последняя находится на расстоянии около 400 метров членам группы дятлова при спуске к кедру неизбежно пришлось бы преодолевать каждую из них местоположение фонарика на линии палатка кедр соответствовало версии об отходе дятловцев или их части в направлении дерева под которым были найдены тела двух туристов 2 марта 1959 года группа в составе трех студентов поисковиков и двух охотников манси отыскала лабаз оставленный дятловцами перед подъемом на халат саху находился он как и предполагалось в долине реки ауспе примерно в 300 метрах от лагеря поисковиков дятловцы устроили лабаз на земле огородили его лапником и обозначили вертикально стоящие пары лыж на которые натянули разорванный геттер лабаз производил впечатление непотревоженного он располагался примерно в 100 метрах от берега ауспе в полукилометре от границы леса в нем оказались различные продукты крупы сахар и прочие в общей сложности 19 наименований с суммарным весом 55 килограммов заготовленные дрова а также вещи в которых туристы могли не испытывать нужды в течение тех нескольких дней что были им необходимы для подъема на тартен и возвращения обратно в долину ауспе в числе таковых оказалась мандолина упомянутая пара лыж использованная как ориентир две пары ботинок лыжные и теплые ледоруб а также шапочка маска и ковбойка по одной штуке лабаз с обнаружением которого связывались надежды на прояснение судьбы группы ничего нового к известным поисковикам информации не добавил стало лишь ясно что после экстренного покидания палатки никто из участников похода лабазу не вернулся на следующий день 3 марта 1959 года в аэропорту города Ивделя было разобрано и запротоколировано имущество пропавшей группы доставленное туда из района поиска вертолета перечислим наиболее значимые в контексте настоящего исследования предметы и личные вещи обнаруженные в палатке 9 курток штормовок 8 ватных курток телогреек в просторечии ватников 1 меховая куртка 2 меховых безрукавки 4 штуки штормовых штанов 1 хлопчатобумажный штаны 4 шарфа 13 пар рукавиц меховых суконных и кожаных 8 пар лыжных ботинок 7 валенок 2 пар тапочек 8 пар гетт 3 конькобежные шапочки 1 меховая шапка 2 фетровых берета 3 компаса 1 карманные часы 1 финский нож 3 топора 2 больших и 1 маленький в кожаном чехле 19 чехлов на ботинке 2 ведра 2 котелка 2 фляги 1 аптечка Имелось также значительное число мелких предметов носков портянок масок зубных щеток извлеченных из рюкзаков что затрудняло определение их принадлежности к конкретным участникам похода Какие выводы можно сделать из анализа состава предметов брошенных дятловцами в палатке Прежде всего они покинули свое убежище оставив верхнюю одежду ватники куртки штормовки ботинки валенки головные уборы только исключительно серьезная угроза могла побудить группу из 9 молодых физически крепких людей экстренно уходить из лагеря в зимнюю пору вечером в совершенно необжитом лесном регионе Вопрос видимо стоял так либо отход вниз по склону либо немедленная и неминуемая смерть на месте установки палатки При этом нельзя сказать что группа была полностью безоружна туристы бросили в палатки три топора и один финский нож кроме того скорее всего какие-то ножи имелись у них при себе ведь пихты и березки у кедра они срезали ножами однако опасность с которой столкнулись дятловцы была такова что топоры и ножи не могли помочь ей противостоять помимо этого в общем-то очевидного вывода следователи сделали и другой кризисная ситуация стала развиваться в момент переодевания группы подготовки ко сну именно этим можно было объяснить тот факт что практически вся обувь и верхняя одежда оказались сняты и брошены в палатки этот вывод стал своего рода аксиомой принимаемой на веру подавляющим большинством исследователей этой трагедии в тот же самый день 3 марта 1959 года группа Бориса Слапцова состоявшая из студентов Свердловского политеха покинула район поисков причинами в силу которых группу пришлось отозвать явились как крайние утомления ее членов так и необходимость скорейшего возвращения к учебе никто в руководстве института не стал бы ради участия студентов в поисковой операции переносить сессию или прощать академические долги в тот же день в поисковом лагере появились руководители туристского движения общесоюзного масштаба речь идет об уже упоминавшихся вышемосковских экспертах Бардине Шулешко и Баскине им предстояло на месте оценить организацию поисковой операции и сделать предварительные выводы о характере происшествия повлекшего гибель части группы Геродятлова Бардин и Баскин пробыли на месте поисковой операции вплоть до 8 марта а Шулешко улетел на следующий день после них по итогам пребывания в лагере и изучении ситуации на месте москвичи подготовили доклад своего рода экспертное заключение в котором предприняли попытку взглянуть на случившееся с группой Дятлова непредвзято и трезво уход дятловцев от палатки к кедру они объяснили продолжительным характером опасности имевшие место на склоне и побудившие туристов экстренно искать спасение в долине Лозева поскольку одежда погибших явно не соответствовала погодным условиям эксперты предположили что опасность застигла тех в момент переодевания это предположение на многие годы сделалось своеобразной аксиомой от которой отталкивались создатели большинства версий случившегося в целом доклад московских специалистов был составлен в выражениях весьма осторожных если не сказать уклончивых они никого не обвиняли в случившейся трагедии и воздержались от резких оценок в формулировках этого документа чувствуется рука искушенного канцеляриста стремящегося дистанцироваться от потенциально опасного содержания документа глава 3 судебно-медицинское исследование тел Юрия Дорошенко Георгия Кривонищенко Зинаиды Калмагоровой Игоря Дятлова 4 марта экспертам областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борисом Алексеевичем Возрожденным и судмедэкспертом города Североуральска Иваном Ивановичем Лаптевым было произведено исследование четырех тел погибших туристов доставленных в Ивдель В целях правильной оценки обстоятельств случившегося на склоне Халат-Сяхыл опишем одежду в которой были доставлены погибшие для анатомического исследования и основные телесные повреждения отмеченные экспертами 1. Юрий Дорошенко Один из двух найденных под кедром туристов Известно что это был самый крепкий и рослый 180 см член группы Дятлова На нем были майка безрукавка и штапельная то есть тонкого сукна нефланелевая рубашка-ковбойка с коротким рукавом плавки сатиновые трусы и трикотажные кальсоны Все шесть пуговиц ковбойки были застегнуты оба нагрудных кармана пусты На ногах разное количество носков На левой два трикотажных и толстый шерстяной с обожженным участком 2х5 см А на правой остатки хлопчатобумажного носка и шерстяной Кальсоны Дорошенко были сильно разорваны Левая штанина в средней части внутренней поверхности бедра имела разрыв размером 13х13 см А правая штанина на передней поверхности бедра и того больше 22х23 см В волосах погибшего эксперт обнаружил частицы мха и хвою Кроме того с правой стороны головы в височной теменной и затылочных частях оказались обожжены кончики волос Цвет лица покойного был определен как буролиловый Трупные пятна располагались на задней поверхности шеи туловища и конечностей что противоречило тому положению тела в котором оно было найдено Напомним Юрий Дорошенко лежал лицом вниз Соответственно Трупные пятна должны были наблюдаться на груди животе и передних поверхностях конечностей Указанные противоречия эксперты в своем заключении никак не объяснили попросту обойдя его молчание Поэтому в дальнейшем это придется сделать нам Возрожденный Лаптев зафиксировали следующие телесные повреждения Юрия Дорошенко Для наградности представим их на анатомической схеме Обожженные кончики волос с правой стороны головы Спинка носа кончик носа и верхняя губа в крови Это явное свидетельство прижизненного носового кровотечения Верхняя губа отечна на ней кровоизлияние красного цвета размером полтора на два сантиметра Трудно понять причину этого отека возможно погибший закусывал губу правая щека на полтора сантиметра В районе козелка левого уха аналогичный участок кожи пергаментной плотности 4 на 1 сантиметр Трудно понять механизм подобного травмирования локализованного в районе ушей если только травмирование носило естественный характер У переднего края правой подмышечной линии осаднение кожи размером 2 на 1,5 сантиметра На внутренней поверхности права плеча в средней третьей две ссадины размерами 2 на 1,5 сантиметра пергаментной плотности без кровоизлияния в подлежащей ткани В области этих ссадин сделаны два разреза линейных причем из текста акта непонятно кем сделаны эти разрезы экспертами производившими вскрытие или кем-то до них Если первыми то не ясна цель как самого разрезания так и упоминание об этом поскольку в акте судебно-медицинской экспертиз такие мелкие манипуляции обычно не описываются На передней поверхности права плеча мелкие ссадины буро-красного цвета пергаментной плотности без кровоизлияния в подлежащей ткани фактически царапины В области верхней трети права предплечья ссадины буро-красного размерами 4х1 см 2,5х1,5 см и 5х0,5 см Мелкие ссадины в области нижней трети права предплечья В области правой кисти припухлость мягких тканей и мелкие ссадины На тыльной части правой кисти в районе второй пясной кости ссадины размером 2х1,5 см буро-красного цвета с кровоизлиянием в подлежащей мягкой ткани пальцу рук особенно концевые фаланги темно-лилового цвета указание на обморожение по-видимому не менее чем третьей степени На внутренней поверхности левого плеча в нижней трети три ссадины буро-красного ссадины размером размером 0,6 на 0,5 сантиметра со следами запекшейся крови В правой подвздошной области кожный рубец размером 8 см видимо след операции по удалению аппендицита на передних поверхностях обеих голеней в их средней трети заметно осоднения кожи бледно-красного цвета пергаментной плотности на левой ноге размером 8 на 4 сантиметра на правой 5 на 1,5 сантиметра Концевые фаланги пальцев стоп темно-лилового цвета такое же обморожение что и пальцев рук Если бы Юрий Дорошенко остался жив ему бы по-видимому грозила ампутация всех пальцев При исследовании внутренних органов погибшего эксперты отметили полнокровие мозговых оболочек характерное для умерших от переохлаждения В желудке было обнаружено большое количество мелких кровоизлияний называемых обычно пятнами Вишневского по фамилии русского ученого земского врача из Саратова первым описавшего их в 1895 году Наличие пятен Вишневского является еще одним значимым признаком смерти от воздействия низких температур В дополнение к вышеописанному эксперты зафиксировали полнокровие почек и переполнено сердце кровью Это также важное свидетельство сильного и притом прижизненного охлаждения тела В легких обнаружена та же самая пенистая жидкость выделение которой изо рта было отмечено при наружном осмотре Дословно в акте о состоянии легких написано так Орфография оригинала сохранена Легкие с поверхности синюшно-красного цвета тестоваты на ощупь на разрезах ткани легких темно-красного цвета при надавливании с поверхности разреза стекает в большом количестве жидкая темная кровь и пенистая водянистая жидкость Никакого объяснения происхождению пенистой водянистой жидкости эксперты в результирующей части своего акта не дали Они попросту проигнорировали данный факт Между тем причин для появления такого необычного физиологического выделения совсем немного и все они никак не связаны с замерзанием В дальнейшем нам еще придется вернуться к анализу этого наблюдения и попытаться дать ему разумное объяснение поскольку факт выделения пены изо рта погибшего несет в себе исключительно ценную информацию о последних минутах его жизни Количество мочи в мочевом пузыре составило 150 кубических сантиметров Наполненность мочевого пузыря считается одним из значимых признаков смерти от переохлаждения так называемый признак Самсон Гиммелштирна Явление это обусловлено торможением центральной нервной системы замерзающего человека и нарушением иннервации мочевого пузыря отчего тот теряет способность сокращаться Общим правилом считается что количество мочи косвенно свидетельствует об активности действий по самоспасению Чем больше замерзающий движется тем менее наполнен будет его мочевой пузырь Справедливое обратное наблюдение Если человек лег в сугроб уснул и замерз то его мочевой пузырь окажется переполнен Возрожденные Лаптев прекрасно это знали поэтому старательно фиксировали количество мочи у каждого из погибших Однако в 1959 году не было известно что данное наблюдение справедливо для погибших от воздействия низких температур чьи тела не подвергались промораживанию Сейчас же считается что если тела подверглись полной заморозке а затем оттаиванию в зависимости от количества мочи от прижизненной активности теряют свою релевантность однозначное соответствие Поэтому в данном случае современные судмедэксперты вряд ли сочли этот признак существенным для реконструкции картины происшедшего Впрочем об особенности экспертиз более чем полувековой давности в этом исследовании нам придется говорить еще не раз Переломов костей и хрящей эксперты не зафиксировали следов алкоголя тоже Рассматривая совокупность признаков смерти от переохлаждения обнаруженных при изучении состояния внутренних органов а также наличие обморожений эксперты посчитали что смерть Дорошенко наступила от воздействия низкой температуры замерзанию Телесные повреждения ушибы и ссадины по мнению экспертов относятся к разряду легких без расстройства здоровья их появление было объяснено падениями Дорошенко на камни или лед а также ударами руками и ногами об окружающие предметы в состоянии агонии Наступление смерти согласно заключению экспертов имело место спустя 6-8 часов с момента последнего принятия пищи 2 Георгий Юрий Кривонищенко как и Юрий Дорошенко найден под кедром он был одет в хлопчатобумажную нательную рубашку белого цвета ковбойку на трех пуговицах две из которых были расстегнуты с самодельным внутренним карманом оказавшимся пустым в нагрудных же карманах рубашки были найдены моток медной проволоки и шелковая тесьма на нижней части тела плавки сильно прожженные кальсоны с неровно оборванной нижней частью левой половины по месту обрыва ткани буглина и один разорванный хлопчатобумажный носок на левой ноге также с обугленным краем рост погибшего был определен равным 169 сантиметрам трупные пятна располагались на задней поверхности шеи туловище и конечности то есть в полном соответствии с тем положением в котором было найдено тело кожные покровы шеи грудной клетки и конечности до лучезапясных суставов имели красноватый лиловый цвет в ходе патологоанатомического исследования Борис Алексеевич Возрожденный описал следующие основные телесные повреждения кривонищенко смотри соответствующую схему в средней части лба осаднение круглой формы размером 0,3 на 0,3 сантиметра буро-красного цвета пергаментной плотности а в левой височной области буро-красной ссадины 1,2 на 1,3 сантиметра и 1 сантиметр на 0,2 сантиметра кончик носа отсутствует размер дефекта мягкой тканей 1,8 на 2 сантиметра дно раны хрящи носовой перегородки предположительно исклеван птицами ушные раковины синюшно-красного цвета отечные указание на отморожение осаднение на правой стороне груди размерами 7 на 2 сантиметра 2 на 1,2 сантиметра и 1 на 1,2 сантиметра эксперты не обнаружили сопутствующим этим осаднением кровоизлиянием подлежащей ткани что указывало на их посмертное причинение пальцы обеих рук буро-лилового цвета концевые фаланги темно-коричневого это свидетельство сильного обморожения пальцев на средних фалангах 4-5 пальцев левой руки раны размером 1,5 на 1 сантиметр и 1 на 0,5 сантиметра темно-коричневого цвета с обугливанием по смыслу текста можно решить что речь идет об ожоге пальцев хотя не совсем понятно имел ли место только ожог или он комбинировался с механическим повреждением кожи скажем ссадины или порезов в области левого лучезапясного сустава ссадина темно-красного цвета пергаментной плотности размером 5 на 2,5 сантиметра поперек всей тыльной части левой кисти скальпированная рана с отслоением эпидермиса темно-коричневого цвета размером 8 на 2 сантиметра тыльная часть левой кисти отечна фрагмент эпидермиса со средней фаланги третьего пальца правой руки найден за зубами во рту погибшего размер этого участка кожи равен примерно 1 на пол сантиметра на наружной части левой ягодицы и левого бедра участки буро-красного цвета со сползающим эпидермисом размерами 10 на 3 сантиметра 6 на 2 сантиметра и 4 на 5 сантиметров из текста судебно-медицинской экспертизы невозможно понять чем обусловлено подобное травмирование на передней внутренней поверхности бедра по смыслу текста речь ведется о левом бедре темно-коричневые ссадины размером 3 на 2 сантиметра 1 на полтора сантиметра и несколько мелких на внутренней поверхности верхней трети левого бедра три кожаные раны с ровными краями глубиной до 3 миллиметров и размерами полтора на 0,4 сантиметра из текста невозможно уяснить что это были за раны то ли небольшие порезы то ли глубокие царапины левая голень отечна по наружной поверхности левой голени ожог на участке 31 на 10 сантиметров в нижней третий ожог буро-черного цвета с обугливанием ткани и лопнувший кожный покров в средней и верхней части ожог светло-коричневого цвета по задней внутренней поверхности левой голени темно-коричневые ссадины перкаментной плотности размером 8 на 1,3 сантиметра 2 на 1,5 сантиметра и 2 на 1 сантиметр тыльная часть левой стопы буро-коричневого цвета с отслоением эпидермиса размером 10 на 4 сантиметра это не ожог так как на левой ноге сохранился хлопчатый бумажный носок а обморожение отслоение эпидермиса и образование подкожных пузырей наполненных темным кровянистым содержимым характерно для обморожения третьей степени конец второго пальца левой ноги обуглен видимо был прожжен и кончик носка но об этом в акте судмедэкспертизы не упоминается на передней поверхности правого бедра и голени ссадины темно-коричневого цвета размерами 5 на 2 сантиметра 3 на 8 сантиметров 7 на 1 сантиметр и 2 на 1 сантиметр без указания точной локализации количество мочи в мочевом пузыре возрожденный оценил в 500 граммов судебно-медицинский эксперт посчитал что смерть Георгия Кривонищенко наступила в результате воздействия низкой температуры замерзания при наружном исследовании повреждения в виде осаднения ссадин кожных ран могли возникнуть в результате падений ушибов о камне лед и прочее таким образом гибель обоих молодых спортивных и здоровых мужчин возрожденный объяснил естественными причинами 3 Зинаида Калмогорова оказалась одета лучший мужчин найденных под кедром на голове девушки были две шапочки тонкая вязаная синего цвета прикрепленная к волосам заколкой и красная шерстяная завязанная под подбородком бантиком поверх нижнего белья была надета майка с длинными рукавами вегониевый свитер наизнанку рубашка ковбойка поверх нее свитер синего цвета с оторванным обшлагом манжетом правого рукава также надетый наизнанку нижняя часть тела тоже оказалась защищена несколькими слоями одежды рейтузами с начесом хлопчат бумажными спортивными брюками и лыжными штанами правая штанина последних имела внизу три небольших разрыва застежки на лыжных штанах располагались по бокам и пуговицы с обеих сторон были расстегнуты на эту деталь следует обратить внимание на ногах зина оказалось по три носка два тонких вегониевых и один шерстяной внутрь шерстяных были вложены стельки в карманах калмогоровой были найдены пять рублей и защитная маска военного образца маска эта находилась с левой стороны груди между верхним свитером и рубашкой ковбойкой наличие на теле двух свитеров надетых наизнанку не должно сбивать с толку кажущейся странностью это распространенный в туристских походах способ сушки вещей прямо на теле зинаида оказалась пожалуй самым невысоким участником похода ее рост составлял всего 162 сантиметра из телесных повреждений и значимых патологических изменений судмедэксперт возрожденный отметил следующее смотри соответствующую схему отек мозговых оболочек этот признак является значимым при констатации смерти от переохлаждения кожные покровы лица и кистей рук лилово-красные обморожение на правом лобном бугре ссадина размером 2х1,5 см плотная на ощупь рядом участок бледно-серого цвета 3х2 см доходящий до правой брови по смыслу написанного речь идет о ссадине с синяком на верхних веках левого и правого глаз осаднение кожи темно-красного цвета 5х1 см и 0,5х0,5 см соответственно травмы довольно странные непонятна их природа на роговице левого глазного яблока пятна лерше это признак высыхания глазного яблока свидетельствующий о том что веки оставались все время открыты к механизму смерти пятна лерше отношения не имеют на спинке носа ссадина буро-красного цвета размером 1х0,7 см на кончике носа такая же ссадина пергаментной плотности 2х1 см в области скуловых дуг щек и подбородка множество ссадин различной формы и величины до 6х2 см на тыльных частях правой и левой кистей в области пясно-фалангиальных и межфалангиальных суставов ссадины буро-красного цвета плотные на ощупь размерами от 1,5х1 см до 0,3х3 см основание третьего пальца правой кисти рана неправильной формы размером 3х2,2 см со скальпированным лоскутом кожи осаднение кожи в виде полосы размером 29х6 см в области поясницы на правой боковой поверхности туловища заходящая на правую сторону живота количество мочи в мочевом пузыре возрожденный оценил в 300 граммов мозговые оболочки и сердце были переполнены кровью что характерно для умерших от переохлаждения при исследовании легких эксперты констатировали наличие признаков острого отека развившегося видимо в момент агонии когда начались перебои в работе сердца телесные повреждения согласно заключению были получены калмогоровой при жизни либо в агональном состоянии в результате падений и ушибов о камне лед или снег ее смерть квалифицировалась как насильственная несчастный случай следует упомянуть что как установил эксперт погибшая не жила половой жизнью на это обстоятельство необходимо указать для того чтобы правильно оценить характер отношений Зины это бумажная ковбойка красного цвета на грудном кармане который 4 таблетки стриптоцида в упаковке а под ковбойкой синяя трикодажная безрукавка из описания в акте судебно-медицинской экспертизы трудно понять идет ли речь именно о трикодажной безрукавке или же об обычной майке но как можно заключить утепление торса Игоря Дятлова было так себе С ногами и поясницей дело обстояло еще хуже На погибшем были лыжные брюки сейчас бы сказали штаны с начесом и поясом на резинке под ними бумазейные спортивные брюки также на резинке Под штанами простые черные статиновые трусы Обувь отсутствовала На правую ногу были надеты шерстяной и хлопчат бумажные носки На левую один хлопчат бумажный типа гольф Так в акте Особо обратим внимание на то что все носки Игоря Дятлова были непарными Это может означать одно из двух Либо босоногому Дятлову отдали носки его товарищей по несчастью сняв с самих себя как только появилась возможность сделать это в более или менее спокойной обстановке что называется сбору по сосенке Либо сам Игорь снял один из трех носков с правой ноги и надел его на левую Предпринял так сказать очевидные действия по самоспасению Данное наблюдение заставит нас сделать интересный и важный для последующих рассуждений вывод о том что драматические события начались на склоне Халат-Сехыл в ту минуту когда Игорь Дятлов был босоногим причем в буквальном смысле этого слова запомним сейчас этот вывод в свое время он найдет свое место в том пазле что щедро рассыпали участники драмы Часы Звезда на руке Дятлова как зафиксировали эксперты показывали 5 часов 31 минуту Возрожденный и Лаптев отметили следующие телесные повреждения погибшего на анатомической схеме показаны самые существенные из них мелкие ссадины темно-красного цвета на лобных буграх в области левой надбровной дуги ссадина буро-красного цвета пергаментной плотности на верхних веках обоих глаз мелкие ссадины на спинке и кончике носа участок буро-красного цвета пергаментной плотности размером 2 на 1,5 см в области обеих скул ссадины буро-красного цвета под сухой коркой справа мелкие а слева 3 на 1,5 см и 3 на 0,5 см на губах запекшаяся кровь источник кровотечения составителями акта судебно-медицинской экспертизы не указан на нижней челюсти отсутствуют центральный резец слизистая без изменений последнее уточнение указывает на то что зуб скорее всего был потерян задолго до смерти на левой щеке мелкие ссадины на нижней третьей правопредплечья и ладонной поверхности мелкие ссадины темно-красного цвета в области пясно-фалангиальных и межфалангиальных сочленений мягкие ткани буро-лилового цвета покрытые сухими запекшимися корками с кровоизлияниями в подлежащей ткани по смыслу текста речь идет о кисти правой руки переведя на общий доступный язык можно сказать что у Игоря Дятлова были сбиты костяшки правого кулака это случилось за некоторое время до наступления смерти что привело к образованию на ранах корки и запекшейся крови и кровоизлиянию в травмированную область в тот момент периферийное кровоснабжение еще сохраняло активность и оставалось близким к нормальному если бы травмирование имело место непосредственно перед смертью когда процесс замерзания зашел уже достаточно далеко кровоизлияние в подлежащей ткани не наблюдалось бы на левой кисти также замечены ссадины буролилового цвета пергаментной плотности размерами 1 на пол сантиметра и 2 на 0,2 сантиметра на ладонной поверхности левой руки зафиксирована поверхностная рана от 2 до 5 пальцев глубиной до 0,1 сантиметра это рана поперек всей ладони не имея фотографии трудно в точности сказать на что именно она похожа но больше всего подобная рана напоминает разрез при попытке схватить нож из-за лезвия в области коленных суставов отмечены ссадины темно-красного цвета размером 1 см на полсантиметра на правом колене и полсантиметра на полсантиметра на левом в области левого голеностопного сустава на нижней трети правой голени осаднение кожи 4 на 2 сантиметра в области левого голеностопного сустава на передней боковой и задней поверхности имеются ссадины буро-красного цвета размерами 1 на полсантиметра и 3 на 2,5 сантиметра с кровоизлияниями в подлежащей ткани внутренних травм погибший не имел судмедэксперты зафиксировали характерные для смерти от переохлаждения признаки проявляющиеся в состоянии внутренних органов полнокровие мозговых оболочек пятна вишневского на слизистой желудка сверх переполненность крови внутренних органов сердца печени почек количество мочи в мочевом пузыре до литра то есть больше чем у остальных членов группы это вовсе не означает что Игорь Дятлов менее других боролся за спасение себя и своих друзей скорее лишний раз подтверждает то наблюдение что для промороженных трупов данный признак не является значимым также описана симптоматика острого отека легких хотя и не такого выраженного как у Юрия Дорошенко острый отек легких мог развиться в вагональной стадии при появлении сбоев в работе сердца и общей разбалансировки центральной нервной системы как и в остальных трех случаях эксперт возрожденный заключил что смерть Игоря Дятлова последовала в результате переохлаждения и явилась несчастным случаем какие первоначальные выводы можно было сделать из анализа экспертиз Бориса Алексеевича Возрожденного прежде всего нельзя не обратить внимание на недостаточную защищенность погибших от холода из четырех погибших головные уборы имелись только у Зины Калмогоровой а обуви не было ни у кого но кроме этого судмедэксперты не могли не отметить еще одну странность связанную с особенностями пост погибших Дело в том что советская судебно-медицинская наука следующим образом рекомендовала осуществлять распознавание смерти от переохлаждения Распознавание Смерть от переохлаждения связана с первичным нарушением жизненных функций бесспорных анатомических показателей при ней нет поэтому существующие значения имеют отсутствие могущих привести к смерти заболеваний и отсутствие данных о смерти о других внешних факторах при нахождении умершего в условиях возможных для наступления смерти от холода здесь подлежат учету а при наружном исследовании один поза трупа напоминающая зябнущего человека цитата по райский МИ судебно-медицин для студентов и врачей Москва Медгиз 1953 год страница 232 и что же мы видим ни один из четырех трупов обнаруженных в районе халат Сехыл в феврале-марте 1959 года не имел той самой позы зябнущего человека или позы эмбриона как то предписывалось академической наукой умирающий от холода должен был стремиться рефлекторно минимизировать теплопотерю то есть поджать в груди колени охватить их руками пригнуть голову тем самым максимально уменьшив площадь поверхности тела через которую происходит отвод тепла так в теории а что же на практике все четверо вытянулись в полный рост меховая безрукавка дятлова распахнута и сдвинута куда-то в подмышке две из трех пуговиц рубашки ковбойки расстегнуты а манжеты при этом застегнуты если к этому добавить локализацию трупных пятен никак не соответствующую положению тел при их обнаружении поисковиками то у следователей невольно рождались мысли о том что позы умерших и положение их тел принудительно изменялись до наступления трупного окоченения а пустые карманы одежды туристов рождали подозрения о посмертном обыске в общем все это как-то не очень соответствовал классической картине смерти от переохлаждения помимо этого нельзя не отметить явную несбалансированность в одежде между членами группы найденные на склоне дятлов и калмогорова имели по несколько штанов в то время как Дорошенко и Кривонищенко оказались раздеты до кальсон причем глагол раздеты следует понимать буквально обоих скорее всего действительно раздевали после смерти товарищи стремясь воспользоваться их одеждой порезы обнаружены на руках Дорошенко были нанесены сквозь одежду при попытке отрезать рукава свитера или куртки которые на момент составления актов судебно-медицинской экспертизы оставались еще не найдены отрезание рукавов одежды замерзающими людьми выглядело вполне логично в рукава можно было засунуть руки или ноги используя как импровизированные носки или перчатки кроме того аккуратное раздевание трупов обмороженными малоподвижными руками представлялось практически невыполнимой задачей в то время как использование ножа ускоряло и упрощало эту процедуру предположение о раздевании трупов Дорошенко и Кривонищенко при котором производилось разрезание одежды погибших хорошо согласовывалось с фактическим расположением фрагментов одежды найденных под кедром в протоколе осмотра составленным прокурором тем паловым упомянутая рубашка ковбойка с 8 рублями в кармане прожженный носок полусгоревший под шлемник кроме этого в воспоминаниях участников поисковой операции фигурируют и другие мелкие предметы в частности носовой платок принадлежавший дубининой и оборванный или обрезанный рукав черного свитера в свитере с оборванным обшлагом рукава была найдена Зина Калмогорова но возле костра рвали явно не ее свитер поскольку найденный рукав отличался от него по цвету Юрий Юдин привлеченный следствием к опознанию вещей найденных на перевале уверенно узнал в синей меховой безрукавке в которую был облачен Игорь Дятлов собственную вещь эту безрукавку Юдин отдал Дорошенко при прощании утром 28 января то что она в итоге оказалась на другом человеке лишь подтверждало факт перераспределения вещей внутри группы Еще одним немаловажным результатом проведенных экспертиз явилось установление того что погибшие туристы были трезвы и активно боролись за свою жизнь Было известно что в их распоряжении имелись две фляжки спирта но судебно-медицинское исследование сняло все подозрения на неадекватность поведения членов группы или конфликт между ними обусловленные приемом спиртного Констатация этого факта имела существенное значение для правильного понимания того что же именно могло случиться с пропавшей группой Одним из важнейших вопросов который ставился следователем перед судебным медиком был вопрос определения времени смерти Заключение подготовленным возрожденным и лаптевым в результате вскрытия первых четырех тел дали непротиворечивые ответы По мнению экспертов речь могла идти о 6-8 часах с момента последнего приема пищи Необходимо оговорить что этот интервал нельзя считать однозначно определенным Дело в том что на морозе в условиях замерзания обменные процессы в человеческом организме могут замедляться и скорость эвакуации пищи из желудка ее дальнейшего продвижения в кишечнике значительно отличается от нормальной В любом случае полученный вывод о времени наступления смерти туристов однозначно свидетельствовало о том что они не успели осуществить прием пищи на месте последней стоянки Указание экспертов на переохлаждение как причину смерти каждого из четырех туристов выглядело вполне обоснованным и вряд ли могло быть поставлено под сомнение Прежде всего тела погибших не имели следов внешнего агрессивного воздействия термических и химических ожогов следов когтей и зубов животных ранения огнестрельным или холодным оружием Голень Кривонищенко имела пугающего размера ожог но принимая во внимание наличие рядом с трупом костра это не казалось странным Кривонищенко и Дорошенко имели многочисленные ссадины и мелкие поранения рук и ног но поскольку их тела нашли рядом с кедром и костром логично было предположить что все эти повреждения были получены в процессе сбора хвороста напомним что ветви дерева под которым был разведен костер оказались обломаны на высоте до 5,5 метров а на стволе кедра остались многочисленные следы крови залезавшие на дерево молодые люди цепляясь замерзшими руками за ствол невольно повреждали кожу и при этом не ощущали боли ввиду потери ею чувствительности соответственно характер телесных повреждений Кривонищенко и Дорошенко в целом не противоречил выводу эксперта в таком примерно положении находилось следствие получившее 4 марта 1959 года свое распоряжение заключения судебных медников о причинах и времени наступления смерти 4 из 9 членов пропавшей туристской группы прокурор Иванов безусловно не мог не чувствовать некую двойственность ситуации с одной стороны разрезанная палатка вытянувшиеся в полный рост трупы погибших возможно кем-то перевернутые и обысканные то есть вроде бы явный криминал а с другой стороны уверенное указание судебных медиков на низкую температуру то есть природный фактор как причину смерти в каком направлении надлежало вести следствие глава четвертая что не увидели следователи о грехе начального этапа расследования нельзя не отметить что уже с самого начала и следствие и поисковики работавшие на склоне халатсяхыл допустили ряда грехов и не сумели прояснить существенные моменты весьма значимые для понимания случившиеся с группой дятлова первоначальные ошибки привели к тому что многие важные выводы были обоснованно поставлены под сомнение и эти сомнения впоследствии привели к формированию огромного числа нескольких десятков версий совершенно по-разному описывающих процесс гибели групп перечислим вкратце те недоработки следствия о которых говорилось выше дабы систематизировать их и позволить читателю лучше понять о чем именно идет речь первое прокурор темпалов и прокурор криминалист иванов небрежно отнеслись к такой важной задаче следствия как судебная фотосъемка мест происшествия между тем в этом заключалась одна из важных целей их пребывания в районе поисков в конце февраля марте 1959 года в деле практически нет фотоснимков позволяющих четко определить положение трупов улик и значимых предметов окружающей обстановки камней ям и прочего на фоне ориентиров нет и детальных фотоснимков передающих криминалистически значимые свойства и признаки объектов те фотографии которые были сделаны прокурорами относятся к категории так называемых узловых таковыми нельзя ограничиваться при фотографировании трупа на месте обнаружения каждое из тел должно быть запечатлено по крайней мере из трех точек верхней и двухбоковых как при нахождении в снегу так и после удаления снега особенно важны детальные фотоснимки тел погибших и их одежды поскольку словесное описание в протоколе зачастую не фиксирует многие важные подробности не зря ведь говорится что один фотоснимок стоит тысячи слов ничего этого сделано не было в какой-то момент следователи видимо поняли явно недостаточность включенных в дело фотоматериалов поэтому приобщили в качестве судебных фотографии сделанные поисковиками последние имели весьма невысокую криминалистическую ценность и могли рассматриваться лишь как иллюстративный материал между тем уже к концу 1930-х годов криминалистическая наука в СССР выработала основные правила проведения фотосъемки в интересах следствия и судебное фотографирование перестало быть экзотикой второе совершенно неудовлетворительно была проведена фиксация следов на снегу путем фотографирования отпечатки ног наблюдаемые на ниже лежащем от палатки склоне халатся хыл на протяжении более полукилометра могли бы очень многое сказать о характере отхода людей сколько их было имело ли место волочение тел падение как именно двигалась группа шагом бегом имело ли место движение вперед боком или спиной такой способ отступления мог оказать на наличии позади группы угрозы следующий по пятам немаловажно для понимания случившегося могло быть изучение того как перемещались девушки поскольку в случае продолжительного действия опасности на склоне их непременно окружили бы молодые люди если же девушки двигались на периферии группы значит непосредственной опасности во время спуска уже не существовал в общем оставшиеся на снегу следы несли много весьма ценной информации о поведении членов группы и сохранность следов была исключительно удачей для следствия впрочем прокурорские работники удачи это так и не воспользовались в криминалистике существуют определенные правила фотографирования следов на снегу снимки надлежит делать через желтые или оранжевые светофильтры если имеется следовая дорожка ее обязательно надо снимать либо в перспективе либо методом линейной панорамы также обязательно осуществляется детальное фотографирование наиболее характерных единичных отпечатков дабы уменьшить вредное влияние рассеянного света смазывающего детали следа на снегу используются специальные ширмы а съемку производят как при прямом освещении так и в косых лучах света поскольку в составе исчезнувшей группы имелись люди с весьма разным размером стоп фотографирование с линейкой из-за меры величины отпечатков вполне возможно позволило бы поставить в соответствии следовые дорожки отдельных пар ног конкретным людям что сразу отклонило бы либо напротив подтвердило бы некоторая версия но говорить об этом приходится в сослагательном наклонении поскольку должного закрепления следов отхода путем фотографирования не было осуществлено все что мы знаем о следах это устные описания поисковиков зачастую прям противоречащие друг другу до пара малоинформативных фотографий из которых можно уяснить лишь сам факт существования следов в виде столбиков снега третье удивительное невнимание следователей к обстановке вокруг палатки найденной на склоне халатси прокуроров там не было во время обнаружения палатки 26 февраля но Тимпалов прилетевший на перевал вертолетом на следующий день должен был тщательно зафиксировать все следы и улики возле палатки и принять меры к выяснению их происхождения о чем же идет речь прежде всего о единичном следе мочи на снегу о нем известно только то что такой след действительно существовал и вроде бы на расстоянии одного метра от палатки кому принадлежал этот след члену группы дятлова или кому-то из поисковиков так толком и не выяснено по умолчанию считается что по малой нужде сходил кто-то из дятловцев но опроса поисковиков дабы удостовериться в ином Тимпалов не осуществил между тем слабцов обнаруживший палатку 26 февраля честно признавался что следом мочи на снегу не помнит аналогично ситуация с обломком лыжи найденным в начале марта на горизонтальной площадке на которой была установлена палатка группы дятлова что это была за лыжа принадлежала ли она поисковикам и если да то кому так и осталось не выяснено об этой сломанной лыжи вообще известно лишь по воспоминаниям участников поиска в деле упоминаний об этом нет точно так же в деле нет упоминаний о весьма необычной детали одежды обнаруженной в аэропорту выявделя среди вещей исчезнувших туристов доставленных вертолетом с перевала речь идет о военной обмотке полоски шинельного сукна длиной около 1 метра с завязками на одном из концов которой пользовались военнослужащие РКК в довоенное время для защиты голени от холода с распространением сапог и унтов обмотки вышли из употребления в вооруженных силах однако в 1950 годах их все еще можно было видеть у галаговских конвоиров и зэков Юрий Юдин участвующий в опознании вещей дятловцев в аэропорту указал прокурору Иванову на то что обмотка не принадлежала членам пропавшей группы она не попала в опись вещей составленную следователем принадлежность ее не была установлена и дальнейшая судьба странной детали одежды ныне неизвестна также толком ничего неизвестно о вещах дятлова тапочках и носках завернутых то ли в рубашку ковбойку то ли в штормовку это кстати с точностью так и не было установлено найденных на некотором удалении от палатки на каком удалении и в каком направлении оказались обнаружены эти важнейшие улики как именно они были завернуты и были ли завернуты вообще осталось не установлено нет даже ясности о таком важном вопросе как количество лыж у группы из 9 человек в одном протоколе имеющемся в деле сообщается о 8 пар лыж уложенных под основание палатки в другом о 9 если приплюсовать пару лыж обнаруженные около палатки до оставленного в лабазе до обломок неизвестной лыжи неподалеку от палатки то получается чересчур много кроме того непонятно в каком положении находилась пара лыж на один возле палатки имеются свидетельские показания в которых категорически утверждается что эти лыжи были связаны и лежали в снегу перед входом если это действительно так то получается что конек палатки сильно провисал и веревки оттяжки не были заведены в петлю вшитую в его центральной части а стало быть установка палатки не была завершена к тому моменту когда некое угрожающее событие побудило членов туристской группы покинуть место стоянки и уйти в долину Лозьва однако имеется и другая информация согласно которой лыжи вертикально торчали из снега хотя и в этом случае остается неизвестным заводилась ли веревка в петлю на коньке палатки другими словами была ли закончена ее постановка следствие успокоилось на предположение что драматические события стали развиваться во время подготовки участников похода к ужину однако как можно было заниматься этой подготовкой в палатке тяжелые скаты которой провисали почти до земли а ведь именно так и должно было быть в том случае если конек не был подтянут натянутой веревкой должным образом пропущенный через систему лыж-распорок и закрепленной в таком положении четвертое информация в деле совершенно недостаточно для понимания того как выглядела площадка под кедром где были найдены первые трупы Криванищенко и Дорошенко известно что дерево отстояло примерно на 70 метров от границы леса то есть в общем-то далеко не на краю однако место это было продуваемо ветром так как заметно возвышалось над ручьем одним из притоков Лозева как уже было отмечено что кедр палатка и трупы Калмогорова и Дятлова находились практически на одной прямой но кедр не был виден непосредственно от палатки дерево во всяком случае его нижняя часть находилась несколько ниже границы видимости в своеобразном кармане наличие которого обусловливалось складками местности это весьма ценное и отчасти парадоксальное наблюдение сделал Алексей Коськин известный екатеринбургский исследователь трагедии группы Дятлова во время одного из своих выездов на перевал в 1990-х а если мы примем во внимание что разведенный туристами костер находился прямо за стволом дерева которое выполняло роль своеобразного щита и заслоняло огонь при взгляде с горы Халат-Сяхыл то становится ясно что ушедшие вовсе не желали чтобы костер был заметен из района палатки и постарались снизить видимость подобного сигнала парадоксальный вывод не правда ли ведь ценность любого ориентира заключается в его заметности тела погибших туристов то есть Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко лежали таким образом что костер находился между ними и кедром казалось огонь потух не потому что закончились дрова а потому что их перестали подкладывать имеются воспоминания согласно которым тело Георгия Кривонищенко лежало на сухих ветках раздавив их своей массы словно погибший упал на заготовленный хворост с некоторой высоты и более не поднялся но в официальном протоколе осмотра места преступления об этом ничего не сообщается нет и фотографий способных пролить свет на этот весьма немаловажный нюанс опять-таки из воспоминаний участников поисковой операции известно что вокруг костра имелось немало сухостоя который логично было использовать для разведения и поддержания огня однако погибшие почему-то лазили на кедр ломая его ветки сдирали кожу с руки оставляли следы крови на коре дерева часть молоденьких деревьев пихточек и берез росших вокруг кедра оказалась срезана ножом следователи не озаботились вопросом куда делись срезанные деревца вернее они просто склонились к самому незатейливому ответу решив что их бросили в костер при этом достопочтенных правоохранителей не смутила бессмысленность подобного объяснения они даже не пересчитали число срезанных ножами деревьев что казалось бы догадался сделать на их месте любой думающий человек кроме того пеньки срезанных молодых пихточек оказались обнаружены и на некотором удалении от места костра примерно в 50-70 метрах причем сами срезанные деревца также исчезли в неизвестном направлении однако и в этом случае следователи проявили непростительное пренебрежение к фиксированию пока непонятных но потенциально очень важных следов не осталось ни их фотографий ни указаний на карте или схеме ни сколько-нибудь внятного описания этого места пройдет довольно много времени прежде чем разрозненные фрагменты шарады под условным названием события под кедром начнут складываться в некую целостную хотя и не до конца понятную картину список огрехов следственной работы можно продолжить но особенного смысла в этом нет написанного вполне достаточно для того чтобы понять чем питались многочисленные конспирологические версии весьма популярны и у значительной части исследователей истории гибели группы дятлова эти версии приписывают правоохранительным органам намеренное сокрытие истинных причин трагедии случившейся на склоне халат-сяхы конспирологи считали и считают ныне что никакого объективного расследования вовсе и не было имела место лишь его имитация эдакая итальянская забастовка следователей советской прокуратуры но забегая несколько вперед все-таки хочется заметить что на прокуратуру лишних грехов вешать не следует она и без того грешна в этом исследовании мы попытаемся доказать что никакого умысла по сокрытию или искажению фактов следователей Иванов и Тимпалов не имели они действительно пытались разобраться в таинственной истории да только делали это так умели то есть весьма посредственно глава 5 дальнейшие поиски обнаружение тела Рустема Слободина вернемся впрочем к хронике событий на перевале 5 марта на следующий день после судебно-медицинского исследования в Ивделе найденных тел был обнаружен труп Рустема Слободина тело находилось на склоне Халат-Сяхыл почти на середине пути между точками в которых ранее нашли трупы Зины Калмогорова и Игоря Дятлова по оценке следователя расстояние до того места где упало Калмогорова не превышало 150 метров вверх по склону а того где погиб Дятлов 180 метров вниз Слободин лежал практически на прямой линии от палатки к кедру подобно своим товарищам найденным прежде на склоне тело находилось под слоем снега толщиною 12-15 сантиметров и было ориентировано головой вверх по склону положение трупа на груди левая рука отведена в сторону правая сжата в кулак и прижата к груди правая нога обутая в валенок подтянута к животу левая вытянута У Рустема Слободина первого и единственного человека из группы Дятлова отмечена ложа трупа характерная для замерзающего подтаивание снега под телом которое при последующем остывании образует узнаваемую наледь толщина зоны подтаивания составила 5-7 сантиметров помимо ложа трупа свидетели отметили еще один признак умирания на холоде образование на лице бровях щетине сосулек и иния впрочем криминалистическую значимость обоих признаков преувеличивать не стоит сосульки и ини на усах и щетине образуются и у вполне живых людей тут важна скорее скорость ветра и влажность воздуха нежели факт замерзания ложа трупа также не является свидетельством смерти от переохлаждения оно означает лишь то что тело упало на снег будучи еще достаточно теплым и в течение некоторого времени от него происходила заметная теплопередача в окружающее пространство именно последние обстоятельства в контексте настоящего исследования имеют существенное значение погибший был одет лучше своих товарищей найденных ранее торс защищали майка с длинным рукавом теплая трикотажная с начесом рубашка рубашка ковбойка хлопчатобумажный свитер нижнюю часть тела кальсоны тренировочные сатиновые штаны и лыжные брюки на ногах были четыре пары хлопчатобумажных и вегониевых носков правая нога кроме того была будто в валенок на левой руке находились часы остановившиеся в 8.45 на груди под свитером оказались две войлочные стельки от ботинок а в кармане рубашки лежали 310 рублей и паспорт погибшего также в карманах были найдены перочинный нож карандаш ручка расческа в пластмассовом футляре коробка спичек с 43 спичками и хлопчатобумажный носок Глава 6 Судебно-медицинское исследование тела Рустема Слободина Незаданные вопросы и неполученные ответы Судебно-медицинское исследование трупа Рустема Слободина осуществил 8 марта 1959 года уже упоминавшийся в настоящем исследовании эксперт областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Возрожденный действовавший на этот раз безлаптева участника первых четырех судебно-медицинских экспертиз В акте зафиксирована следующая одежда обнаруженная на теле покойного Черный хлопчат бумажный свитер Под ним рубашка ковбойка застегнута на три пуговицы Манжеты обоих рукавов также застегнуты В левом накладном кармане рубашки находился паспорт на имя Слободина Рустема Владимировича Деньги в сумме 310 рублей и авторучка с чернилами Между свитером и ковбойкой оказались две войлочные стельки от ботинок Видимо погибший сушил их поместив под одежду Под ковбойкой была надета теплая с начесом трикотажная нательная рубашка застегнута на две пуговицы а под нею синяя трикотажная майка с длинным рукавом Нижнюю часть тела защищали от холода лыжные брюки под которыми находились синие сатиновые тренировочные штаны кальсоны с начесом и сатиновые трусы В брючных карманах Слободина оказался целый склад разнообразных мелких вещей В лыжных брюках был найден спичечный коробок с 43 спичками перочинный нож на длинной веревочке расческа в футляре карандаш хлопчатобумажный носок На заднем кармане сатиновых штанов лежало письмо от правкома датированное 20 января 1959 года Рустем оказался первым из найденных членов группы Игоря Дятлова кто был частично обут На его правой ноге присутствовал черный валенок На левой обуви не было На ногах покойного были надеты четыре пара носков под две хлопчатобумажных и вегониевых ни одного шерстяного Возрожденный описал следующие телесные повреждения погибшего смотри соответствующую схему Мелкие ссадины буро-красного цвета на лбу Над ними две царапины длиною до полутора сантиметров Расстояние между ними 0,3 сантиметра На верхнем веке правого глаза ссадина буро-красного цвета 1,5 с кровоизлиянием в подлежащей ткани Следы выделения крови из носа Кубы отечные Правая половина лица несколько отечная На ней множество мелких ссадин неправильная форма На левой половине лица ссадины такого же характера Среди них выделяется ссадина размером на 0,2 на 0,4 сантиметра в области левого скулового бугра В области пясно-фалангиальных суставах обеих рук в просторечии костяшек кулаков Осоднение выступающих частей на участках размером 8 на 1,5 сантиметра По локтевому краю левой кисти ребро ладони Осоднение буровишневого цвета 6 на 2 сантиметра с переходом на боковую поверхность мизинца В нижней части правого предплечья с тыльной стороны поверхности отсутствие эпидермиса на участках 2,5 на 3 сантиметра и 3,5 на 1,5 сантиметра На нижней третьей наружной поверхности левой голени Осоднение темно-красного цвета размерами 2,5 на 1,5 сантиметра и 4 на 1,5 сантиметра Телесное повреждение Рустема Слободина в контексте случившегося с группой очень интересно и заметно отличается от тех что были отмечены у его товарищей Но самое неожиданное открытие Борис Возрожденный сделал при внутреннем исследовании тела Эксперт обнаружил в областях правой и левой височных мышц разлитые кровоизлияния с пропитыванием мягких тканей От переднего края левой височной кости вперед и вверх трещина длиной до 6 сантиметров и расхождением краев до 0,1 сантиметра Трещина расположена от стреловидного шва на расстоянии полтора сантиметра Расхождение височно-теменного шва костей черепа слева и справа определены как посмертные в результате промораживания трупа Кроме того судебный медик в своем акте описал следующие существенные детали немаловажные для понимания случившегося с Рустеем Слободиным кости основания черепа целы отсутствие ярко выраженного кровоизлияния в подмозговые оболочки наличие синюшно-красноватых трупных пятен на задней поверхности шеи туловище и конечностей понимая что описанные им травмы весьма серьезны возрожденный особо отметил указанная закрытая травма черепа причинена тупым орудием в момент возникновения она несомненно вызвала состояние кратковременного оглушения Слободина и способствовала быстрейшему замерзанию Слободина с учетом выше указанных телесных повреждений Слободин в первые часы с момента их причинения мог передвигаться и ползти и вывел итоговое заключение смерть Слободина наступила в результате его замерзания документ у Бориса Алексеевича получился исключительно интересным его анализ приводит к довольно неожиданным результатам в самом деле хорошо известно что у замерзающего человека ухудшается координация движений и замедляется скорость реакции любой кому доводилось замерзать прекрасно знает как деревнеют мышцы ухудшается владение телом появляется раздражающая неловкость движений при этом замерзающий человек может падать и падать неудачно с переломами костей и повреждениями кожи анаст камни ветки растений повреждения конечностей людей умерших от переохлаждения организма ссадины на кистях рук коленях лице хорошо известны судебным медикам и описаны довольно давно внешний вид этих повреждений кожи весьма напоминает следы борьбы или сопротивления другими словами руки погибшего порой разбиты так словно тот дрался существует более или менее достоверная статистика телесных повреждений среди лиц умерших от переохлаждения таковая например приведена в книге 10 в.п. смерть от переохлаждения организма издательства томск государственного университета 1977 год из которой следует что ссадины на кистях рук отмечаются примерно у 33% замерзших в трезвом состоянии а коленей у 28% у замерзших в состоянии опьянения эти цифры другие но они нас сейчас не интересуют появление такого рода ссадин объявляется тем что упавший человек в вагональном состоянии может бить сключенной рукой об оледенелый грунт при этом повреждения окажутся сгруппированы не на ладони а на тыльной стороне такие же удары в состоянии агонии приведут к травмированию кожи на лице и коленях это так сказать голая теория применять которую в отношении туристов из группы дятлова нужно с известной оговоркой они спускались с горы а движение под гору судебные медики приравнивают к движению вниз по лестнице оба вида перемещений могут привести к специфическому травмированию человека устройство нашего органа равновесия таково что при падении он стремится бросить тело вперед а не назад даже люди падающие в бессознательном состоянии или убитые в положении стоя как правило не упадут на спину а опустятся на землю либо лицом вперед либо боком это очень хорошо видно в документальных кадрах военной хроники так безусловный рефлекс человека страхует позвоночник и затылок от случайного травмирования при падении ноза однако этот спасительный рефлекс не всегда успевает сработать при спуске под гору или на лестнице тогда человек особенно раненый замерзший или ослабленный частенько падает крайне не характерен для хомо сапиенс а именно заваливаясь назад он может разбить затылок сломать копчик и тому подобное что-то похожее на подобную травму возрожденный зафиксировал Зиной Калмогоровой протяженное осаднение длиной 29 сантиметров на правом боку девушка вполне возможно завалилась в бок и ударилась поясницей о камень естественность происхождения этой травмы сейчас не является предметом обсуждения отметим лишь что упасть на бок при спуске с горы вполне возможно таким образом с точки зрения судебной медицины спускавшиеся по склону туристы вполне могли падать не только вперед но и назад а значит приведенный доктором наук десятовым статистику травматизма умерших от переохлаждения полученных в условиях крупного города следует скорректировать в сторону существенного уменьшения точнее говоря в нашем анализе должен быть уменьшен процент вероятности получения травм рук лица и коленей но должна появиться некая неравная нулю вероятность травмирования копчика поясницы позвоночника и затылка теперь вернемся к анализу травм Рустема Слободина на первый взгляд может показаться что все повреждения отмеченные во время вскрытия характерны для замерзающего человека но на второй взгляд так уже не покажется прежде всего странность вызывает указание судмедэксперта на отечность лица погибшего отечные губы и правая сторона лица наличие отека однозначно свидетельствует о том что травмирование получено при активном движении крови под кожей то есть задолго до замерзания поскольку при сильном охлаждении организма кровоток по периферийным сосудам резко снижается и кровь уходит во внутренние органы травмированное спровоцировавшее отек довольно странное оно двухстороннее слева травма лобной кости с образованием трещины длиной до 6 см и многочисленными ссадинами кожи а справа аналогичные ссадины в том числе одна довольно крупная в районе скулы при этом травмирующее воздействие слева явно слабее там нет никаких переломов и трещин костей можно понять что падение человека головой а камень приводит к появлению трещины в лобной кости и в этом случае должно наблюдаться одностороннее повреждение лица но как объяснить аналогичное повреждение другой половины лица катался головой по камню как мячик абсолютно исключено принимая во внимание характер повреждения головы ведь трещина в черепе это гарантированный нокаут а бездвиженность утрата на некоторое время координации движений и ориентации в пространстве нокаут вовсе не означает потерять сознание это просто временная неспособность управлять своим телом впрочем в случае с Рустемом Слободиным удар албом а камень вообще исключен ведь кожа в районе удара не имела ссадин и выраженных повреждений а трещине в этом месте возрожденный указал только когда приступил к трепанации черепа до этого ничего не указывало на наличие там столь сильного повреждения не было заметно ни ссадин ни рассечений не было и следов крови удар тупым предметом имеющим существенно большую твердость чем человеческая кожа например молотком камнем или подошвой ботинка обязательно вызвал бы появление узнаваемого отпечатка на коже да и привел бы к ее рассечению однако ничего подобного описано не было очень странный удар и это ощущение странности только возрастает если принять во внимание повреждение верхнего правого века то есть наличие на нем ссадины размером 1 на пол сантиметра надо сказать что это довольно травматичное повреждение и при том непонятно как полученное если конечно продолжить считать что погибший падал правой стороной лица на камень упасть глазом на камень умудрившись при этом не выбить глаз не рассечь кожу на скуле и сохранить в целости бровь еще никому не удавалось бровь однако осталась цела да и скула тоже чем же можно было так поранить века на лишенном растительности склоне какой такой веткой каким камнем даже если считать что слободин неконтролируемо упал в сугроб с твердым лежащим снегом появление буро-красной ссадины все равно непонятно наст может вызвать точечные кровоизлияния под кожей чтобы убедиться в этом достаточно после бани прыгнуть не в прорубь а в сугроб и посмотреть как снег ее посечет но наст все же не абразивный круг и не наждачная бумага при этом важно не забывать что кости основания черепа погибшего оставались целы это указание судмедэксперта очень важно хорошо известно что при приложении к человеческой голове медленно растущей нагрузки компрессия неизбежно ломаются именно эти кости лишь динамичный удар ломает череп в точке приложения силы эта анатомическая особенность хорошо известна судебным медикам стало быть Рустем Слободин за некоторое время до смерти четверть часа или даже больше перенес несколько сильных ударов в голову справа и слева у него оказались разбитый нос и губы один из ударов был особенно тяжел он привел к образованию трещины в лобной кости и вызвал говоря по простому нокаут который однако не убил молодого человека и не лишил его способности передвигаться самостоятельно в итоге Слободин замерз тут судмедэксперт возрожденный против истины не покривил удар который привел к образованию в лобной кости трещины мог оказаться смертельным однако этого не случилось просто потому что Рустем замерз раньше это подтверждает отсутствие сильного кровоизлияния способного повлиять на работу мозга и так Рустем Слободин спускаясь по склону халат сяхыл неоднократно падал причем крайне неудачно всякий раз не уберегая голову от травмирования он падал и прямо лицом в снег сдирая кожу на лбу и скулах и правой стороной головы и левой он умудрился так ударился лбом о камень что треснула лобная кость одна из самых прочных человеческих костей разбил в кровь нос и даже верхние века правого глаза сумел обо что-то ободрать но при этом ни разу не упал назад хотя судебная медицина считает что такого рода падение на склонах вполне вероятно тем более у людей с черепно-мозговыми травмами как в нашем случае тем не менее услободина нет никаких существенных повреждений спины и затылка как-то не вяжется одно с другим ну совсем не вяжется и ощущение нелогичности такого рода необъяснимой подучесть лишь усилится если мы вспомним что Рустем самый пожалуй спортивный участник похода фанат здорового образа жизни занимавшийся боксом бегавший кроссы в легкой майке до глубокой осени имевший разряды по лыжам и волейболу вряд ли он владеет своим телом хуже остальных и вряд ли он устал после недолгого лыжного перехода сильнее своих товарищей однако из пяти найденных членов группы Дятлова многочисленные ссадины кожи лица отечность головы и трещина в лобной кости были только у него странности случившегося с Рустемом слободиным этим не исчерпываются судмедэксперт описал осоединение выступающих частей пясно-фалангиальных суставов обеих рук погибшего и даже указал их размер 8 на полтора сантиметра попросту говоря речь идет о сбитых костяшках на обоих кулаках сбитые кулаки мало похожи на агональные удары скрючены рукой во-первых в состоянии огонь человек не бьет руками как птица у умирающего действительно наблюдается несколько судорожных движений но они имеют небольшую амплитуду и скорее похожи на судороги чем на удар кулаком во-вторых скрюченная рука это все-таки не совсем сжатый кулак удар скрюченной рукой должен обязательно приводить к повреждениям пальцев ногтей и тыльной стороны ладони тут уместно маленькое отступление когда человек приходит к хорошему тренеру заниматься каким-либо контактным единоборством предусматривающим удары голыми руками то обучение непременно начинается с так называемой школы базовых принципов движения и ударов руками и ногами в ходе поединка один из таких базовых принципов исполнение которого будет требовать любой внимательный тренер заключается как раз в том чтобы ученик приучился держать в драке кулаки сжатыми тренер будет стоять над душой ученика и безжалостно бить его по пальцам неустанно повторяя сжимай кулаки сжимай кулаки держи кулак сжатым до тех пор пока такая привычка не станет автоматической требование держать кулак сжатым родилось вовсе не на пустом месте оно обусловлено опытом многих поединков если боец не контролирует кисть своей руки он непременно сломает либо пальцы либо запястье лишь в смешных китайских фильмах злые герои пафосно растопыривают пальцы в нелепых стойках в реальном же поединке эти пальцы будут сломаны уже в первой атаке это тот опыт что куплен ценой сотен тысяч и даже миллионов переломанных пальцев и запястье между тем оценивая повреждения рук Рустема Слободина приходится отметить что повреждения эти получены тогда когда кулаки погибшего были сжаты о других повреждениях эксперт ничего не сообщает он конкретно указывает на осаднение костяшек кулаков и даже приводит величину ссадин стало быть он просто не увидел указанные повреждения но взял в руки линейку и замерил их и ничего более не измерил поскольку измерять было просто нечего не имелось у погибшего иных повреждений ни пальцев ни ногти ни тыльной стороны ладони ни запястья ничего только кулаки сбиты кстати у Игоря Дятлова были отмечены схожие повреждения правой руки что также заставляет усомниться в природе их происхождения если считать подобное травмирование следствием агональных ударов сжатым кулаком что само по себе нереально человек в агонии не способен ударить сжатым кулаком то непонятно почему умирающий Дятлов бил только правой рукой наконец на левой голени погибшего имеется еще две ссадины не очевидного скажем так происхождения с одной стороны их размеры два с половиной на полтора сантиметра и четыре на один сантиметр вроде бы не очень велики для серьезного травмирования а с другой стороны не так уж и малы чтобы их можно было объяснить случайным ранением типа падения на ногу банки со сгущенкой причем раны две значит воздействие одинаковой природы и силы было двукратным что могло оказаться источником такого воздействия ветка поваленного дерева в принципе если дважды натыкаться на такую ветвь то можно так поранить голем но существует два возражения против такого предположения во первых труп слободина находился выше границы леса и на теле и одежде погибшего нет свидетельств того что он входил в лес и был подле костра у кедра а во вторых удары от сучки и ветки должны были перевести к разрывам или надрывам одежды возрожденный достаточно точно описал состояние одежды погибших туристов и можно быть уверенным что на повреждение штанов слободина обратил бы внимание и не забыл указать их в своем акте однако не указал так что же могут означать эти странные телесные повреждения рустема слободина вообще-то больше всего они напоминают травмы избитого в драке человек и разбитые костяшки обоих кулаков это никакие неогональные шлепки по снегу и на асту это следствие попыток погибшего ударить своего противника а ссадины на левой голени это травмирование вызванное тем что его дважды ударили по голени подбивая ногу для выведения из равновесия и если на минуту принять версию драки за истинную то все встает на свои места все травмы рустема слободина получает логическое и непротиворечивое объяснение впрочем обстоятельный разговор о том кого где и как мог пытаться ударить рустем слободин состоится в другом месте настоящего исследования упомянув о драке на склоне автор несколько забежал вперед и пока данную тему развивать незачем с телом слободина связаны некоторые иные странности и поныне ставящие в тупик многих исследователей трагедии на горе Халатся Хыл одна из них мацерация стоп погибшего или выражаясь проще банная сморщенная кожа на ступнях другая странность несоответствие трупных пятен фактическому положению тела в момент его обнаружения на склоне горы впрочем последнее касается не только трупа слободина подобно несоответствии как помнит внимательный читатель наблюдалось и у трупа Дорошенко конспирологи видят в обоих фактах признаки таинственных манипуляций с трупом слободина неких зло намеренных личностей пытавшихся завести расследование в тупик выведены даже весьма замысловатые если не сказать изощренные теории инсценировок на месте преступления согласно этим теориям обстановка на склоне горы и возле кедра не соответствует реальной и является плодом целенаправленных усилий некой многочисленной группы весьма могущественных и зло намеренных людей о всевозможных версиях гибели группы Дятлова речь впереди пока же лишь отметим что оба таинственных феномена связанные с трупом слободина вовсе не так таинственны как кажется и могут быть объяснены без привлечения хитроумных инсценировщиков-постановщиков как известно мацерация ступней напрямую связана с пребыванием ног во влажной среде она часто наблюдается у мужчин с сильно потеющими ногами военные врачи хорошо знают что даже в условиях полной невозможности промочить ноги например принесение службы в пустыне или степи у значительной части солдат и офицеров случается мацерация стоп причина в том что военнослужащие очень часто в силу самых разных причин не могут своевременно заменить мокрые отходы портянки очевидно что случай со слободиным такой же его ноги сильно потели и после дневного перехода он банально не сумел сменить носки кстати то что под его свитером оказались на яны стельки которые он сушил на груди однозначно указывает нападливость ног у слободина были мокрые от пота не только носки но и стельки теперь рассмотрим странности в расположении трупных пятен на теле погибшего слободин был найден примерно в том же положении что и калмогорова на животе лицом вниз однако в акте возрожденного упоминаются трупные пятна на задней поверхности шеи и туловище однако хорошо известно что при положении трупа спиной вверх трупные пятна должны наблюдаться на животе и груди поскольку именно там скапливается кровь после прекращения сердцебиения то есть налицо противоречия указывающие как будто на посмертное перемещение тела вот только противоречия это кажущиеся возрожденный принял за трупные пятна совсем иной природы так называемую морозную ретрему расширение подкожных капилляров на холоде наблюдаемое обычно на открытых частях тела в 1950-х морозную холодовую ретрему судебная медицина еще не выделяла в самостоятельный признак смерти от переохлаждения в учебник 1953 года М.И. Райского судебная медицина о морозной ретреме нет ни слова зато там есть указание на странице 233 на изменение цвета трупных пять промерзших трупов согласно Райскому при внесении тела в теплое помещение они светлеют меняют цвет от багрового к светло-красному затем опять темнеют морозная ретрема также имеет светло-красный цвет который будет меняться при разморозке трупа а потому неудивительно что судмедэксперт возрожденный посчитал что видит трупные пятна это же справедливые для случая с телом Юрия Дорошенко пятна описанные как трупные на самом деле являлись морозной ретремой которая развивается на местах доступных ветру при положении трупа на груди это задняя часть шеи часть спины между лопаток плечевой отдел рук от локтя и выше то есть все те места на которых эксперты увидели трупные пятна глава седьмая когда же туристы ставили палатку на склоне халат Сехыл какова была официальная то есть следствие точка зрения на события связанные с гибелью группы Дятлова к середине марта 1959 года на основании изучения следов группы в районе Лабаза обнаруженного напомним 2 марта 1959 года и найденных в палатке дневников участников похода Дорошенко, Дятлова, Калмогоровой, Кривонищенко и Типобериньёля считалось доказанным что 31 января 1959 года группа вышла к подножию халат Сехыл и даже сделала попытку подняться по склону поднявшись выше границы леса туристы оказались в зоне действия сильного ветра что побудило их вернуться вниз к реке Ауспия и встать на ночлег в лесу перед горой ночь на 1 февраля прошла благополучно группа встала поздно, хорошо отдохнувши некоторое время после подъема ушло на подготовку и прием пищи после чего туристы приступили к устройству Лабаза выдвижение из долины Ауспии вверх по склону халат Сехыл произошло примерно в 15 часов то есть довольно поздно принимая во внимание малую продолжительность светового дня заход солнца 1 февраля должен был последовать согласно календарю в 17.02 в фотоаппаратах членов группы найденных в палатке были обнаружены кадры сделанные в условиях низкой освещенности сейчас эти фотоснимки широко распространены в интернете в частности их можно видеть в весьма полной и информативной подборке фотоматериалов составленной Алексеем Коськиным прокурор криминалист Иванов оценив качество изображений и светочувствительность пленки в 65 единиц определил время фотографирования около 17 часов то есть по мнению следователя последние кадры были сделаны перед самым заходом солнца в вечерних сумерках между прочим в вопросе определения времени последних фотографий исследователь Иванов допустил грубо ошибку на которую необходимо здесь указать поскольку она очень важна для понимания случившегося с погибшей группы дело в том что 1 марта 1957 года деление СССР на часовые пояса подверглось значительному изменению в силу чего Свердловская область оказалась включена в группу регионов имеющие поправку относительно времени гриновического меридиана плюс 5 часов до этого Свердловская область находилась в поясе с поправкой на 1 час меньше и это намного лучше соответствовало местному времени мартовская 1957 года реформа часовых поясов вообще была довольно нелепой и привела к многочисленным абсурдным казусам например Воркута расположенная заметно восточной Свердловска стала жить по московскому времени Свердловск уехал от нее на плюс 2 часа что вообще-то противоречило как здравому смыслу так и жизненному опыту поскольку человек перелетевший из Воркуты в Свердловск терял 2 часа за счет перевода часовых стрелок но при этом получал эти же часы за счет удлинения светлого времени суток бред конечно но жителям страны советов было не привыкать к реформам дорогого Никиты Сергеевича в контексте нашего повествования необходимо отметить что прокурор криминалист Иванов как впрочем и все поисковики жил по Свердловскому времени и при составлении всех своих документов он также руководствовался временем Свердловска однако Свердловский полдень не соответствовал астрономическому полдню для халатсихыл и более того не соответствовал даже таковому для самого Свердловска помимо этого продолжительность светового дня рассчитанная астрономами для областного центра не совпадал с таковой для северных районов области в силу большой ее протяженности в меридиональном направлении это очевидная в общем то мыс видно не посетила прокурора криминалиста не только в 1959 году когда он расследовал дело но и через 30 с лишним лет когда он принеслась немалой помпой вещать в многочисленных интервью о своих незаурядных наблюдениях и открытиях связанных с настоящим расследованием другими словами думающий следователь никогда бы не написал что около 17 часов 1 февраля на 61 градусе 45 минутах северной широты можно фотографировать на пленку светочувствительностью 65 единиц без фото вспышки и получить фотографии приемлемого качества между тем мастер разыскных дел мог и должен был выяснить точное время восхода и заката солнца на широте горы халатсяхыл 1 февраля 1959 года кстати не мешало бы ему и осведомиться насчет времени восхода луны ибо появление на небосходе естественного спутника земли и полнота его диска напрямую влияли на освещенность района ставшего местом происшествия если прокурор-криминалист не мог выполнить необходимый расчет что называется на коленке он должен был проконсультироваться у любого преподавателя астрономии из самой обычной средней школы Свердловска к сожалению уважаемый следователь не озаботился этим пустяком и данный пробел придется заполнить нам заодно мы сделаем кое-какие неожиданные и в высшей степени интересное открытие и так вместе с координатами 61 градус 45 минут северной широты и 59 градусов 27 минут восточной долготы где находился лагерь группы Игоря Дятлова перед самым перевалом получивший впоследствии его имя восход солнца утром 1 февраля 1959 года имел место в 9.35 местного времени азимут на точку восхода то есть угол между направлениями на север и восходящее солнце был равен примерно 128 градусов при взгляде на карту местности мы сразу же замечаем что точка восхода находилась за высотой с отметкой 949,50 то есть даже после 9.35 солнца скрытая горой некоторое время оставалось невидимым из лагеря группы это первый интересный вывод который следует запомнить закат в тот день был в 16.58 в точке с азимутом 232 градуса еще примерно 55 минут продолжались так называемые гражданские сумерки интервал времени от момента видимого захода солнца за линию горизонта до погружения его центра под линию горизонта на 6 градусов в течение этого времени верхние слои атмосферы еще хорошо подсвечены прямым светом нашего светила и четко различим горизонт хотя в конце этого периода на небосводе уже становятся видны некоторые яркие звезды и так в тот день гражданские сумерки в указанном районе закончились в 17.52 продолжительность светового дня составила 7 часов 23 минуты а истинный полдень то есть момент наивысшего стояния солнца над горизонтом пришелся на 13 часов 16 минут солнце тогда поднялось над условным горизонтом примерно на 10 градусов 12 минут расчет этот приблизитель поскольку меридиан строго говоря не является окружностью земля сплюснута с полюсов да и точные координаты лагеря группы Игоря Дятлова перед перевалом сейчас неизвестны но для целей нашего исследования погрешность в пределах нескольких минут вполне допустимо однако полученный результат хотя и отличается заметно от прикидок следователей все же не является окончательным и правильным поскольку наш расчет сделан для ровного горизонта а группа Дятлова находилась в горной местности сдиравший горизонт вверх необходимо ввести поправку на искажение линии горизонта для этого обратимся к карте местности изображающие течение реки ауспия и местоположение лабаза сделанного как известно на месте последней стоянки туристов в лесной зоне высота местности над уровнем моря где был устроен лабаз составляет примерно 650 метров обращают на себя внимание отроги уральского хребта к юго-западу чье превышение над уровнем лабаза и лагеря дятловцев достигает 300-350 метров могли ли эти горы заслонить низкое зимнее солнце 1 февраля и если да то в какое именно время это произошло подобный расчет не представляет особой сложности сказанное разумеется не относится к прокурорам иванов и темпалову которые не удосужились провести его итак на широте 61 градус 45 минут как было указано выше 1 февраля 1959 года высота полуденного стояния солнца увиденного членами группы дятлова равнялась примерно 10 градусов 12 минут после чего солнечный диск стал клониться горизонту отроги гор высотой 900 и более метров отстоящие от лагеря на удалении примерно 2,2 километра задирали вверх горизонт дятловцев не менее чем на 6 градусов 30 минут и понятно что в какой-то момент миновавшие зенит солнца должно было нырнуть за них склон стал загораживать падающий в долину ауспи солнечный свет примерно в 14.34 когда солнце снизилось до высоты в 6 градусов 30 минут над горизонтом в ту минуту туристы смогли им полюбоваться в последний раз в жизни если конечно это позволяло облачность с указанного момента группа дятлова фактически находилась в зоне все более сгущавшихся сумерек хотя подчеркнем это были сумерки не в точном понимании этого термина а если можно так выразиться в бытовом все эти выкладки имеют разумеется определенную погрешность которая связана не только и не столько с неточностью расчетов сколько с неопределенностью местоположения лагеря и неизбежно неточностью карт но названные особенности не отменяют сделанного нами фундаментального вывода туристы оказались в сумеречной зоне а потом и в темноте много раньше чем думали следователи необходимо признать что никаких фотосъемках около 17 часов в условиях захода солнца за отроги гор в 14.34 или около этого времени говорить не приходится на самом деле в 16 часов 58 минут наше дневное светило не только полностью опустилась за линию истинного горизонта но для наблюдателя находившегося на восточном склоне халат сяхыл она находилась еще ниже поскольку истинный горизонт в горах наблюдать невозможно и он является сугубо умозрительной линией то для наблюдателя горизонтом являлась сломанная линия возвышавшихся над ним гор гора халат сяхыл и расположенные тремя километрами южнее гора с отметкой тысячи семь и восемь десятых метров фактически образовали стену в тени которой туристская группа игры дятлова находилась после 14.34 таких условиях осуществлять фотосъемку без фото вспышки было уже невозможно тем более на пленку с невысокой светочувствительностью которую использовали туристы 65 единиц в то время как для съемок в сумеречное время тогда применялась более чувствительное 130 единиц последние фотографии дятлосов сделаны в условиях плохой видимости низкой облачности и метели что также объективно должно было ухудшить условия фотосъемки тем не менее фотографии все же получились их качество вполне удовлетворительно следовательно фотографирование проводилось в условиях относительно неплохой освещенности это в свою очередь означает что последние фото снимки были сделаны гораздо ранее того времени которые предполагали иванов и темпалов самое позднее в районе 15 часов видимо сразу по выходу из леса на склон чтобы закончить с астрономической частью нашего исследования приведем и параметры движения лунной в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года хотя как увидеть читателей дальнейшего это не имеет никакого значения в контексте судьбы погибшей группы и так луна взошла в 4 часа 25 минут по азимуту 128 градусов и имела полноту диска 37 процентов а закат ее произошел в 11 часов 53 минуты в точке с азимутом 230 градусов в момент заката полнота диска составляла всего 33 процента как видно ночь с 1 на 2 февраля была фактически безлунной лишь в предутренние часы появилась луна толку от которой было чуть ибо светимость ее составляла примерно одну треть максимально так что туристам ушедшим от палатки вниз по склону луна в тот вечер и ночь ничем помочь не могла изложенные выше математические и астрономические соображения вовсе не являются гимнастикой для ума а преследует сугубо практическую цель они позволяют сделать принципиально важный вывод о том что в последние дни своего похода группа допустила фундаментальную ошибку связанную с неправильной оценкой продолжительности светового дня в предшествующие дни дятловцы двигались вдоль реки ауспия и наблюдали постепенно повышающийся рельеф местности не создававший особых помех солнечному свету в этом смысле даже деревья в лесу и низкая облачность мешали им куда больше туристы без сомнения знали что световой день на ауспии заметно короче свердловского и при планировании своих действий делали на это нужную поправку но 1 февраля они оказались совершенно новой местности если горы обступившие их уподобить чаши с неровными краями то лагерь группы игоря дятлова оказался на самом ее дне это должно было привести к тому что по субъективному восприятию туристов 1 февраля солнце появилось из-за гор позже обычного а скрылась за горами раньше если бы члены группы делали поправку на сильно укоротившийся цветовой день то не было бы у них никакого пассивного подъема и лабаз они заложили бы накануне вечер в середине дня 1 февраля обратив внимание на то что солнце скоро скроется за горами они несомненно ускорили сборы произошло это в районе 14 часов и скорее раньше чем позже группа и без того отстававшие от графика вдруг столкнулась с угрозой потерять напрасно целый день сборы были максимально быстрее и думая сатуристы покинули место ночевки до того как солнечный диск зашел за склон горы тысячи семь и восемь то есть заведомо раньше 15 часов на которые ориентировались следователи двигались дятловцы со всей возможной быстротой в условиях все ухудшающейся освещенности мы пока ничего не говорим о возможном снегопаде низовой метели и других подобных нюансах зимней погоды разговор об этом предстоит особый переход длился недолго часа полтора если не меньше потому то группа и прошла 1 февраля совсем немного менее двух километров допущенная туристами ошибка принципиальное значение кстати мы пока выносим за скобки вопрос о том была ли это ошибка умышленно или участники похода действительно не сориентировались в горной обстановке ответ не так очевиден как кажется именно этот просчет запустил цепь событий неумолимая логика которых через несколько часов привела группу гибели что может означать это сдвижка во времени применительно к судьбе группы дятлова нам еще предстоит говорить особо глава восьмая первоначальная версия следствия убивали манси и так следствие направляемый бестрепетно рукой прокурор криминалиста льва иванова ошибочно полагала будто дятловцы двигались вплоть до семнадцати часов и лишь в это время или позже осуществили постановку палатки следствие считала что в шестом часу вечера группа стала готовиться ко сну находившиеся внутри палатки участники похода принялись стаскивать с ног лыжные ботинки и валенки снимать ватники найденные впоследствии поверх рюкзаков но под одеялами кто-то быстро написал вечерний отортен а кто-то взялся нарезать корейку а вот дальше произошло нечто что вынудило туристов бежать вниз по склону раздетыми и разутыми рискуя замерзнуть в ночном лесу поступили они так лишь потому что наверху на склоне их ожидала верхняя смерть другими словами бегство давала шанс на спасение а вот пребывание возле палатки гарантировала гибель что же могло быть этим самым нечто способным побудить девятерых взрослых мужчин и девушек покинуть свое единственное убежище и бежать прочь в морозную тьму возможность схода лавины отвергли все опытные туристы побывавшие на склоне халатся хыл в феврале-марте 1959 года в том числе и московские мастера спорта да и следов таковой не было тогда замечено никаких стекийных бедствий типа землетрясения в этом районе не отмечалось поскольку возможных кандидатов на роль пугающего нечто следователь иванов имел немного таковыми могли стать бежавшие из мест заключения уголовники и обитатели местных лесов охотники манси в силу неких причин не дружественно настроенные городским жителям проверка показала что с объектов евгельской и тк побегов в январе 1959 года не фиксировалась весь спецконтингент находился на своих местах и поэтому зэки при всем своем желании навредить студентам не могли надо ли удивляться тому что по итогам двухнедельного расследования стала превалировать версия убийства совершенного злобными манси охотниками оказавшимся в районе горы халатсяхыл 1 февраля по воспоминаниям участников поисковой операции прокурор-криминарист иванов едва увидев разрезанную палатку заговорил об убийстве причем ввел эти разговоры в разное время с разными людьми эту версию подтвердил ряд открытий и догадок связанных с пребыванием манси на северном мурале прежде всего следствие установило факт местонахождение мансийского чума к северо-востоку от места базирования группы дятлова более того оказалось что палатка свердловских туристов стояла буквально в нескольких десятков метрах выше мансийской тропы которая вела к этому чуму другими словами встреча охотника манси или группа охотников с остановившимися на ночлег туристами представлялась вполне вероятно если молодые горожане повели себя с лесными жителями неправильно проявили неуважение или обидели чем-то их традицию то тут следствие предполагала самое страшное во всяком случае словесная перебранка вполне могла спровоцировать острый конфликт в ходе которого разъяренные охотники набросились на студентов и скромсали палатку ножами оказавшихся на морозе непрошенных гостей погнали вниз по склону мороз и отсутствие у туристов обуви и головных уборов предопределили фатальный исход подозрения в адрес мансийских охотников вроде бы подтверждались ссылкой на некую архаическую религиозную обрядность хранимую этим народом многие местные жители не говоря уже о знатоках краеведах были осведомлены о священных местах мансии разбросанных по северному уралу таинственных малейных камнях и капящих язычников впрочем все это звучало загадочно не совсем понятно для советских прокуроров атеистов а потому видимо рассказы эти нашли горячий отклик в сердцах представители отечественных правоохранителей и от того не следует удивляться что первое и по сути единственной вынятной версии озвученной в ходе официального расследования стала гипотеза о причастности неких охотников мансии гибели туристов нельзя не отметить идеологическую правильность такого хода подозрений многим из нас живущим в двадцать первом веке утверждение насаждения первым в мире государством рабочих и крестьян атеистической идеологии могут показаться преувеличенными и даже недостоверными однако советская власть действительно преследовала верующих самых разных конфессий на протяжении всего времени своего существования периоды относительно терпимости к верующим сменялись прямо таки истеричной активности государственных органов направлены на искоренение всяческих религиозных культов в 1958 году поднялась очередная волна такого рода активности причем она шла по нарастающей хорошо известно как никита сергеевич хрущев пафосно пообещал что наше поколение будет жить при коммунизме но не следует забывать и наибритовое обещание генерального секретаря цк кпсс в восьмидесятом году я покажу всем последнего попа в 1958 году как раз в канун похода группы игоря дятлова утвержденный еще сталином совет по делам русской православной церкви выпустил гнусненькую атеистическую брошюрку бывшего преподавателя одесской семинарии дулумана в котором издевательски изображались как православие так и общечеловеческая религиозная традиция в широком смысле не будет преувеличением сказать что со времен емельяна ярославского подобных идеологических находок атеистическая пропаганда в ссср не имела в том же году общесоюзные средства массовой информации растиражировали заявление протеереев русской православной церкви дарманского спасского черткова об отречении от бога идеологический заказ власти был ясен к 21 съезду к псс напомним именно ему был посвящен поход группы и дятлова надлежало явитесь советскому народу приметы победоносного движения атеистического мировоззрения в широкие общественные массы поэтому подозрения в том что религиозный фанатизм манси исповедующих свою дремучую татемическую религию спровоцировал убийство молодых студентов-атеистов упали на самую благодатную почву напомним исследование находилось на контроле свердловского обкома кпсс и поэтому идеологически верная версия не могла не вызвать там горячей поддержки тем более что случай убийства человека по неосторожности нарушившего пределы священной зоны манси вроде бы имел исторический аналог по крайней мере именно невольным осквернением мансийской святыни объяснялось убийство в 30-х годах некой женщины-геолога что это было за преступление каковы были его истинные мотивы и имело ли оно место вообще толком неизвестно возможно в данном случае произошла некая аберрация исторической памяти но тем не менее об этом случае говорили как и безусловно достоверным как бы там ни было убийство совершено за четверть века до гибели группы игоря дятлова не могло иметь непосредственного отношения к происшедшим на склоне халат сяхыл в рамках уголовного расследования никаких подтверждений существование в окрестностях халат сяхыл молельных камней священных мест или скажем так ритуально значимых для манси объектов получено не было допрошенные либо отвечали уклончиво демонстрируя явную неосведомленность в этом вопросе либо напротив вполне определенно утверждали что подобные места находятся совсем в другом районе нельзя не упомянуть о том что имелись и довольно веские соображения против мансийского следа трудно было представить чтобы манси прогнавшие туристов с горы не разграбили брошенное беглецами имущество если валенки или фотоаппараты не имели в глазах лесных жителей особой ценности то вот спирт они вряд ли бы оставили манси хорошо знаком медицинский спирт и они знают ему цену в местах далеких от цивилизации это в буквальном смысле жидкие деньги впрочем необычные советские деньги для охотников были бы не лишним трофеем напомним что в вещах оставленных в палатке оказались найдены довольно значительные суммы денег всего 1685 рублей кроме того в кармане рустема слободина находились еще 310 рублей трудно было поверить в то что манси проигнорировали бы такую добычу поскольку несмотря на кажущуюся оторванность от цивилизации лесные жители нуждались во многих промышленных товаров спичках соли патронах а уж на то чтобы отыскать их манси вполне хватило бы трех с лишним недель однако и спирт и деньги оказались нетронуты тем не менее это противоречие не особенно смущало следователей по крайней мере на первом этапе соблазн повесить гибель туристов на местных манси был уж слишком велик несколько молодых охотников манси в рамках проводимого областной прокуратурой расследования были в марте задержаны и интенсивно допрашивались трудно сказать какой оказалось бы судьба этих людей поскольку умение советской машины правосудия добывать нужные показания подтверждается всей истории и существования однако во второй половине марта расследование сделала неожиданный зигзаг а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok